Сейчас буквально пара минут Традиционных, начальных Технических проблемных И мы приступим к покорению Этого замечательного мира Так Да, теперь я точно могу сказать, что я в эфире Мне мой технический специалист Наш технический специалист Сообщает, что игру нужно сделать потише Я уже сделал её потише Вот, не знаю Слышно ли вам её вообще сейчас Надеюсь, что слышно Пока запустим Нашего котика бесстрашного в мир Закономерный вопрос Где Сергей Быков? На этот Сложный Вопрос-ответ я вам не дам Потому что сам не знаю Где он находится Вот, а сейчас вы пока можете мне сказать Всё ли хорошо с картинкой И Со звуком Слышно ли меня хорошо Видно ли картинку нормально Не лагает ли она Потому что Как вы могли Наверное уже заметить Самые Внимательные из вас Что Картинка идёт В 1080p Я сейчас буду Читать ваши комментарии Сам Раз Сергей Куда-то пропал Неожиданно Сегодня расскажу вам Почему Мы решили её постримить Неожиданно Так как игра уже Довольно давно Релизнулась И наверное Можно уже Вас всех поприветствовать Потому что Сергея так и нет Меня зовут Андрей Артамохин Вы смотрите StopGame.ru Точнее наоборот Сначала StopGame.ru Потому что В первую очередь Коллектив А не личность StopGame.ru Меня зовут Андрей Артамохин Сегодня я играю с вами А может быть и не с вами Я надеялся что с Сергеем Но Сергея нет В Terra Online ММО Созданную по Западным Лекалам Явно нацеленную на Западного игрока О класс Меня уже добавляют в друзья Давайте добавляйте в друзья Побольше Будем собираться толпой Возможно даже Подуэлимся Так Ну вроде бы всё Всё хорошо Ничего не лагает Самое главное Что меня привлекло В Terra Это может быть Странно Но я считаю Важным Вначале об этом Сказать Это управление С геймпада Как вы видите Справа снизу Есть индикатор Моего Боксового Пада И видно какие кнопочки Я нажимаю В прямом эфире Вот могу бить удары Всякие Это уже была Реализована Попытка ММО на геймпаде В Dragon Nest По-моему Называлась Там она была сделана Реализация Была так себе У управления С геймпадом То есть вы не могли Полноценно играть Без мышки Всё равно приходилось Использовать Здесь же я прокачался До 11 уровня Совершенно спокойно Не вставая С дивана Я считаю Что это Большое достижение Потому что Главная проблема ММО РПГ Для меня лично То что я постоянно Начинал вонять Когда в неё играю Потому что я прилипаю К стулу Совершенно невозможно Становиться дискомфортно Вот А здесь я могу Чувствовать себя Консольным Королём То есть Например Реализация Диалогов Так я уже забыл Направить управление Вот Вы можете видеть Что есть до сих пор Мышка Условный курсор Но управляется Он со стиков Вполне плавно И попадать Не так уж и сложно Вот Такие абсолютно Диалоги Я нахожусь Сейчас в столице А тем временем Пока я тут Пытался забить эфир Всякими Ненужными Вещами И неинтересной информацией Угадайте кто появился Ни за что Не догадаетесь Ребята Я уже слышу Его осопение Но Нет Не слышу Осопение Я услышал Какую-то ошибку Да Тебя слышно Подожди секунду Из-за того что Ворвался в процессе Ты повесил мне скайп Сейчас я тебя уберу И добавлю ещё раз Потому что Ты сломал мне всё Своим опозданием К сожалению Сейчас мы ещё раз Серёжу запустим К нам Я знаю что вы по нему Соскучились Все сразу Возбудились В хорошем смысле слова Когда услышали Что Серёжа будет Сегодня с нами в эфире Потому что он такой Фрилансер Можно сказать Набегами у нас появляется На сайте И давай Серёжа Не подведи нас Алло Здорово Привет Сергей Где ты пропадал Целых 7 минут С МТС С МТС Воевал Мне тут пришли Починить интернет Ты решил через телефон Что ли Сидишь Нет Не через телефон Тоже через рассетку Ну тут короче Какие-то новые технологии У вас В общем Они Не сильно радуют Пока Так ты решил Бежать К нам Нет Ну да Всё Я скрылся Нет Ну да Нет Ну да Ну как бы Нет Хорошо Заходи тогда Скорее в игру Добавляй меня Друзья Ты мимо меня не пройдёшь Я пушистый рыжий котик В синей доспехах С огромной пикой Точёной Ну ты танк Да А я большой пузатый чувак С посохом Потому что Барака Я просто большой пузатый чувак Бараки классные кстати Я сначала хотел создать бараку А потом передумал Потому что я думал Ну там Там много чего Не знаю Мне больше нравятся конечно эти Аманы Но у них нету Расовых плюшек Бонусных Которые дают допустим Плюс именно к тому Что это приз А в бараке парочек таких няшек Ну ништяковых вещей есть Я кстати тебя не представил Сергей Быков друзья С нами сегодня в эфире Теперь уже официально Да Знаток ММО В СИА Руси Прямо вот так вот да Ну все кореи Так наверное точнее будет Я барахтался в таком Все мы барахтались в таком Так или иначе Мне очень нравится то что я маленький котик И здесь была сюжетная сценка Где командир Который мне не доверяет Он хотел выставить меч вперед Знаешь к носу К моему типа так из ножен Типа будь поосторожней паренек А так как я маленький котик Он где-то надо мной короче Этот меч торчал Не внушительно вышло Да вышло не внушительно Я пару квестов здесь пробежал В том плане что Не пугайся Не пару квестов долгих А просто там поговорил с тем Поговорил с этим После того как прилетел в столицу И аж левел мне за это дали То есть На самом деле не страшно Ты можешь меня не ждать И бежать дальше Я просто тебя догоню Потому что дальше у нас открытый мир И там каких-то жестких проблем не будет Но здесь нужно сначала Я так думаю все Выпросительные знаки Не могу им пройти В городе собрать Трогай их Трогай И не знаю Внезапно мне Nmassive Присылает рядом Окей Сейчас в общем Сейчас скоро буду Поменялся IP Я так понимаю В общем МТС Починили все На все деньги Хороших рекламировать Условный плохой оператор У тебя будет Сегодня Так вот ребята Отери Почему она мне приглянулась Помимо того что здесь Можно управлять с геймпада То есть сейчас я играю с геймпада Все круто Единственное Немного Не хватает Векторов движения Вот как я загнул То есть если я буду Плавно поворачивать Левый стик То вы увидите Что мой персонаж Ну такими Рывками Рубленными Поворотами Будет совершать движение Вот я вам сейчас Демонстрирую В прямом эфире Ну хомяк у тебя знатный Мне нравится что он вооружен Кроме пика Еще пуговицей Просто свечит Вообще Ну там дальше будет Кстати там будет Забавная вещь На самом деле хомяк Который просто ставит щит И его за ним не видно Это просто нечто Он чем дальше Ничто страшнее Ты не показывал Создание персонажа Мы кстати будем Показывать Да покажем Я думаю У нас как раз Сегодня много времени Я думаю через часок Наверное да Где нибудь Покажем создание персонажа Когда всем надоест Мой котик Там как раз Можно будет Посмотреть На колыхающиеся Ух ты За мной бегает Золтан И я подозреваю Что это наш зритель Огромный Огромный Рогатый мужик С фиолетовыми клинками 60 уровня Точно Негодяй Зависть Знаешь У них пушки сеют Что ты видишь В ММО И чего ты хочешь Когда ты видишь В ММО Что у кого-то Что-то светится Это сразу просыпается Зависть Хочется убить И забрать Когда я говорил В описании Косвенным путем Вам говорил О западных лекалах Естественно Всех Будоражит И не дает покоя Перед сном Лавры Варкрафта И я думаю Это не Минус Что Тера Оборачивается И смотрит На Нетлеющий Вов В плане Например Интерфейса И геймдизайна То есть Объясню Что я имею ввиду Когда я качался И бегал по локации Я брал квест Например Да Убей 10 кабанов Убивал 10 кабанов И потом Брал квест Убей 10 волков И шел В противоположную сторону Заранее То есть Ты заранее знаешь Куда нужно идти Это сложно Объяснить на словах Это Такой Я думаю Ты понимаешь О чем я говорю Когда ты заранее знаешь Куда тебя поведут В ММО Как расположены Фарм Зоны Как Работать Тебе большие Как куда дальше Бежать Как ты дойдешь До первого города Что тебе там Будешь Да То есть Вот здесь Ох ты Что-то Какое-то Началось Здесь Дискач Жесткий С цепями И неоновым Цветом Это вот Новый класс У нас нету Сороковых уровней Мы наверное Не сможем показать Попозже мы обязательно Покажем Но это новый класс Недавно введенный Риппер Такие Замань Ну они Аппетитные Маленькие твари Такие забавные Это знаешь Как если бы God of War Стал няшкой Вот как-то так В основном Давид няка Но на самом деле Опять же с теми же цепями Вот шараш Как у него ножи были На цепях В общем забавная такая тварь Правда опять же Играть ей надо уметь Так Скажи мне В каком городе Ты сейчас находишься В первом городе В самом твоем Вот где Ты Но я жду Прихода писем От N-massive Потому что они что-то Не шлют мне ничего Так Как мне пригласят Так что лучше покобить Вот этого золота Мне интересно Альт нажимай И там смотри Сошел Ииии А, да Нет, подожди У меня 7-челлендж Я не хочу использовать Мыши клавиатуры Я должен на геймпаде Сегодня играть На геймпаде? Ну не знаю На клаве вроде бы удобнее Ты знаешь, что Не примери бы враги Ладно, не так уж Не хотелось Все, отрубил геймпад Нет, в патте приглашать Одинокий-одиночка То есть, чтобы с кемиком Бегать один На тюрьме У меня, во-первых, котик А во-вторых Не нужен мне никто Я и так спокойно Справляюсь Да Да В данный момент Ну беги тогда куда-нибудь Я тебя догоню Кстати, ты можешь по квестам побегать И там, кстати, будут Прекрасные места Там, где будет аренка Там подобные вещи Очень удобная система Что вы можете нажать На конкретное имя Справа в квест-логе И вам на карте сразу Откроется, куда нужно бежать Ну то есть, видно Стремление к юзер Нет, это сейчас будет плохое слово К дружелюбности К пользователю Вот так вот я скажу Дружелюбность Она тоже не везде Все равно, несмотря на то Что все понятно И все вроде бы как просто Чем выше левел Там все равно получается Очень много Ну, хватает заморочек Которые позволяют Класс вот То есть, развивать Именно втачивать Определенные вещи То есть, если Она поначалу простенькая Ничего там сложного нет Это в дальнейшем Получится затачивать Персонажа чуть ли не Под отдельного врага Даже не в PvP А просто в PvE Под одного сраного врага Под элитника Под босса Под еще что-то То есть, там настолько Тонкие настройки Можно сделать Что просто Прям приятно Ну, тем, кто любит Заморочиться по такой фигне Там смены камней Заточки Тому подобные вещи Хотя, опять же Там есть заморочки с пушками Но это мы потом, наверное Расскажем как-нибудь Когда Я вспомню все это Там, когда докачаюсь Это было так давно Сейчас мне главное Не запутаться в квестах В моих собственных Беги по вопросикам Вот все вопросики исчезли Мне нужно теперь Воспользоваться телепортом Я так подозреваю Вот А вот куда именно Ламберттаун мне нужно А какие из ворот Меня поведут к Ламберттауну Я пехом бегал всегда Я же играл сначала на Корее Стрим будет 2 часа Извините, перебивай Стрим будет 2 часа Ну поехали Да я думал Ты пехом бегал Заодно До столицу посмотрел Похоже на Вашингтон Ди Си Почему тут этим Главным зданием Мне он напомнил лично Не знаю Сказал о геймдизайне Европейском Окей Но в отличии от Нетлеющего Здесь нон-таргетовая Боевая система Практически честная Ты реально почти первая была Именно с нон-таргетом Чем на ксгеном Это же сколько скандалов было По поводу того, что это линейка 3 Те, которые своровали О боже мой, давайте бежать И тому подобные вещи И вот собственно Она была Самой первой Грубо говоря Самым первым Красивым нон-таргетом Скажем так Потом появились уже Конаны Все остальное А что раньше было? Тоже До него? Ну там же были такие Сосеночки Грубо говоря Можно вспомнить Виндиктусы И до них что-то подобное В стиле Ц-9 Континент Ултанинца И тому подобные вещи То есть такого Массово с открытым миром И с нон-таргетом Такого не было практически А знаете, что у меня есть? И эти Чего у тебя есть? Ну, чего у меня есть? Вы-ка посмотрите На этого котика На боевом коне Смерть, я бы даже сказал И героическая музыка пошла И... Кот как-то Я не знаю Он не сильно пугает Коты, которые Ты еще с ним не встретился Подожди, подожди Корчите рожи Сейчас мы с тобой повидаемся Вспоминаю Вот этот последний фильм С конями Гориллами на них Восстание котов После восстания обезьян Я бы посмотрел Я вышел в огромное поле Все, я бегу к тебе Наконец-то дошло А где ты сейчас? Я захожу сейчас в игру И буду прямо на телепорте Там, где Пегасы В самом начале, то есть? Да-да-да Давай И выбегай через... Какие же ворота я вышел? Через северные ворота я, по-моему, вышел Ага Как же я вызывал мышку-то, господи Альт А, вот, вспомнил Все, все, вспомнил Кнопочки старт Все нормально Так Одновременно удерживая левый круг И левый бампер Можно вызвать карту Так Зон Квест Вы можете присоединяться Играть с нами Потому что Важная ремарка Раньше Терра была платной Насколько я помню Сколько она стоила? Ты помнишь Конкретную сумму? Ну 15 Не больше Я просто сейчас не переведу Потому что Корея, юаня Все дела То есть И потом в Америке По-моему, тоже 15 стоила Дороже всего было, по-моему, на Европе Но там было в еврах И тоже около 15 То есть такая средняя цена Элмо Сейчас она стала Фриду Плей Да, это важный факт И более того Скоро Терра Нагрянет В Россию То, собственно Из-за чего Мы сегодня устраиваем стрим Чтобы познакомить вас с игрой Потому что По мнению Сергея Она весьма достойная Да и я успел убедиться в том Что она весьма Привлекательная Вот И это Фриду Плей То есть Вы можете спокойно попробовать Что немаловажно Особенно Вы скажете, что сейчас все Фриду Плей Но посмотрите на Тесс Онлайн Например Две с полки Надо посмотреть Тесс Онлайн И она могла бы быть Спокойно Фриду Плей Возможно бы даже не взлетела Вспоминай Тесс Онлайн Просто я очень люблю эту игру А с Террой Ну она Хорошая была Но на Таргет Мне очень там нравился И есть она хорошая Да Но там был партак с ПВП А теперь с приедом в Россию Ну то есть Он был немножко ограничен Именно по контенту с ПВП А сейчас с приходом в Россию И работа InMassive Они прям работают Над огромным обновлением Посвященным И осадам И взятиям фартов И там И все остальное В плюс Даже вот собственно Появились Как их назвать Это БГшки пиратские С танчиками Со всякими воздушными шариками И тому подобным вещами Которые мы наверное Тоже может быть Попозже покажем Уже на России Такие вещи То есть она еще больше Ушла в ПВП А с учетом того Что есть здесь БГшечки начинаются Ну с более-менее Высокого уровня Даже в начале На ПВП сервере Уже есть чем заняться В общем она такая веселая И забавная И чем дальше ты качаешься Тем больше у тебя появляется Стимулов Именно драться А в последнее время Появилась такая фишка Что в ПВП Можно захватывать Даже ну брать контроль Над несколькими провинциями То есть она все дальше И дальше уходит Не только в ПВЕ Которая просто офигенная Вот эти вот Кто хочет Может посмотреть Даже сейчас побежать Трейлер Арган Квин И там вот этого босса Кто смотрел фильм Крикуны Вот просто вот Дописка Вот этот трейлер Меня так порадовал С этими боссами Огромными Здоровыми Железными То есть вот Во всех смыслах Она была Она и есть хороша Но сейчас она стала На порядок лучше И подходящей Для русского рынка Потому что до этого Для русского рынка Она подходила Ну не везде Только для тех Кто вот любил Вов Там было чем заняться Сейчас заняться Будет чем Всем Учитывая сколько У нас нагибаторов И там Икс-икс-икс И все остальное Я кстати появился Я хочу сказать Что на секунду Я испугался Что твой рассказ Отери достигнет 88 миль в час И произойдет Что-то страшное Ты появился Я вот думаю Я не знаю Я вот не помню Только дойдем ли мы Сегодня еще до элиток Чтобы собственно Было понятно Как тут все сделано У вас собственно Самый был удар по психике Это когда ты начинаешь играть Знаешь вроде бы у тебя По идее должно все Идти как обычно Вот как ты рассказывал Ты бьешь кабанчиков Потом оранжевых кабанчиков Потом желтых кабанчиков Потом кабанчиков побольше В Терри ты бьешь сначала Каких-то оленей и деревья А на следующем шагу Тебя убивает здоровенная тварь Или какой-то безумный краб И все Для тебя все Ты чувствуешь себя Ничтожеством Начинаешь объединяться в пачке Прыгать как угорелый В общем он таргет Во все поля просто Я здесь С маму котиком Ты посмотри на это Да-да-да А я пешком Я как увидел розового пухлячка Сразу Сразу распознал тебя А ты все Золотоном, да? Что я? Ну что, куда? Золотоном взял, да Я даже не знаю Столько путей Идти по квестам Как-то наверное Западло будет Ну мы можем просто Пробежаться вперед В локации Там я не знаю Просто Ну официально, да Мы не успеем докачиваться До первого даже данжа Потому что Ну Первый данж уже был Он был на девятом уровне В начальной локации Это квестовый А там уже первые данжи Такие посуровее Там и боссы пострашнее И все остальное Там классное Оно по-моему на 17 Или на 24 Не помню точно Там первые данжики Начинаются Такие тоже приятные Где-то здесь арена Почему ты бежишь Немедленнее меня? Почему ты Толстая попа розовая Бежит с такой же скоростью Как мой супер конь? Моя толстая попа розовая Укомплектована Очень бодрыми ногами Все в порядке Нет Ну ты выглядишь Очень мужественно Я хочу сказать Так там вообще Я просто сделал себе Оптимус прайма Там есть такие именно фишки Ты на голову можешь там Ну выбираешь голову Выбираешь для бараки Всякие там части тела И там прям Отличная башка была Так это я на баг Я не помню блин Где арена Хотел на нее посмотреть Там бы мы могли По-по-по-пешиться Или показал бы Прямо здесь на самом деле Это не так пафосно Ну ты что? Арена, арена, арена Ну в любом случае У тебя квест есть? Пойдем зайдем там Посмотрим Там должна быть казна Здесь очень красиво Я уже сюда заходил И здесь сделал все квесты Которые хотел Давай с тобой Ну все, тогда веди куда хочешь Нет, ну ты возьми Получи экспу Ты получишь 11 уровень Давай, давай Вы, ребят, можете присоединяться В процессе Потому что в Тере реализована Система стим скачки Ой, стим скачки Клауд скачки То есть вы можете начать играть Спустя Ну минут 15, наверное То есть у вас будет Подгружаться периодически Переходя из локации в локацию Но вы сможете играть сразу А так качать довольно много Гигабайт, наверное, 18 Но играть вы можете Уже скачав парочку Где-то То есть я, по крайней мере, так играл Вот у тебя сейчас будет сцена У тебя еще будет сцена Если ты ее не скипнул А ты ее, похоже Не, я их видел просто Еще раз смотри Вот как раз там Мужчина меч тебе в лицо направляет Ну у меня бы он направил мне в грудь Да, да, да Больше левелов Богу левелов Да Экспатитет Ты оценил золото, кстати? С мячами этими? Да, вот он смотри Стоит Рогатый гляд какой Вот это вот Аманом я играл Только я сделал себе колдуном Была такая странная тварь Он был в махровом халате С такой страшной рожей Было странно Собственно, вот тут вот начинаем Ну где-то здесь вот там БГшные вендоры И все остальные дела Вот это вот посвящено А мы сейчас посмотрим По легенде Тактик инквизитор Мерчан Трейдброкер Гейткипер А ты уверен, что в столице есть вообще Здесь дуэли? Здесь не дуэли Там просто арена красивая Именно кровища Ну можно подраться Там просто именно печально Тут фишка в чем Кто не в курсе Вот допустим Там поначалу было много воев Потому что Ну на первоначальных уровнях Допустим на ПВС серверах Вообще было не повоевать А туда зачем-то шли Те, кто хотел повоевать Были странные ребята В общем Фишка в чем В Терри есть такая возможность Как кинуть вызов другой пати Причем не просто кинуть А кинуть вызов другой пати Поставив деньги То есть тут можно прям вот Сходу устраивать матчи на бабло Между друг другом Чем по самим делу То есть вот такие фишки Таким мы занимались А ПВП серверы Они само собой Ну как обычно В таких делениях есть Деления есть Они строго для вот тех Кто любит страдать И причинять боль Потому что Изменения в игре конечно есть Но когда мы играли Еще на Корее И на первоначальной Америке Был квест на лошадь На 10 уровне Или на 11 Не помню точно И там было 3 сраных куста И больше ничего То есть вот 3 сраных куста На человек 500-600 Там такой Храпово Весело было ПВП сервер Это было классно А мы можем с тобой Сейчас на деньги подраться Интересно или нет Там надо Я уже не помню Как это делается Не арена здесь не нужна Можно подраться в любом месте Но по-моему все-таки Надо выходить из города Потому что мы дрались Вне города А я не помню Там Кэл это все делал Давай Давай выйдем из города Я сейчас возьму Еще один квест Я думаю Здесь нет смысла Долго торчать В столице Потому что здесь Будем по традициям Гонять туда-сюда Идем через северные ворота Велики А где Где ты Я сейчас В Freedom Plaza Все вижу Меня легко найти Давай Где ты Я тебя не вижу Где ты Сергей Ты же наверху правильно Нет Ты же не спускался вниз Нет Я стою на площади сейчас Ага Все Кажется Но он по карте же видно Да-да-да Все вижу Скачал Давайте бегите К северным воротам Я тут сейчас Самый тоже добегу А ты статуи показывал Слушай Тут столько всего По-моему я все Мне вот интересно Тут статуя просто С сосками Это на самом деле важно Потому что в европейской версии Убрали первоначальную кровь Убрали стринги Убрали все практически Все что делали Делала игру Ну больше чем на 12 лет плюс Мне интересно Вот эта статуя с сосками В европейской версии С ними или без Ты меня заинтриговал Может я хочу сказать Я бегу к тебе Подожди Не уходи Хорошо Я надеюсь это женская статуя Да-да-да Хорошо А то ты не уточнил просто Я думал Может я Смотри какая волосатая Мужественная Женская грудь Так Ой Я запутался Подожди В хитросплетениях Столицы Местные А тут Калиторчики Да такие Запутанные Хорошо Моя коняшка Моя коняшка Ага Ну Я думаю Что Я вот думаю Что в европейской версии Возможно Халатик Натянут Больше Как бы Потому что европейские Я не знаю Европейские Когда делали Это просто Сквозь слезы Знаешь Мы сделаем игру Которую вы задумывали Как кровь в кишке И все остальное Только без всего Что вы хотели в ней видеть И в итоге Европа сейчас Совершенно не актуальна И не интересна Они даже не зарегистрируются На самом деле Что удивительно Все Веди базузу Куда она Все Давай я спешусь У меня играет музыка И Ширека Почему-то сейчас в голове Ну ладно Не важно В общем Сегодня я думаю Что мы с тобой Пойдем В закат Куда глаза У нас с тобой У нас есть Зелтон Который Золтон Зелтон Который нам поможет Да Который нам поможет Расчищать всех подряд Не будем вас Утомлять Кест линейкой Побеги Сначала Сбегай К продавцу Зелий Потом пробеги До статую С сосками На время Вот Традиционные Все эти Задания Мы их скипнем И побежим Сразу К здоровым Монстрам И тут опять же Собственно Делать задания Довоподобные вещи И Вау В любом случае Можно гриндить Тупо То есть Вообще Не заморачиваясь На этом Многим просто Нравится гринд Кавер самолет Смотри какой Смотри какой Я хочу Такой Кавер самолет Тут Очень много Ну Она стала Free to play И появилось Огромное количество Кастомизационных Фишек Допустим Появилось Большое количество Костюмчиков Персонажев Из аниме То есть Корея Япония Тому подобные вещи То есть Костюм очень много Вплоть до Костюмчика Power Rangers Она вот такого Кота как у тебя Понял Кого только маленький Я хочу теперь Сотворить Костюм Только при этом Знаешь Дело не так по дебильному Когда в фэнтези Появляется нечто такое Вообще Вырви глаз Знаешь Они неуместные Допустим В реалиях Какого-то там Замка средненького Еще чего-то Ну латы Единственные порта Которые я видел Это вот Костюм пилота Шлем и шарф Единственное Что мне бросалось В глаза Из такого не очень хорошего Кстати Вот какая-то арена Это я не помню Это видимо что-то новое Ты докачался до кап Скажи пожалуйста На Корее Или где-нибудь еще 45-й у меня был Кап был 50-й Сколько времени У тебя Ну мы тогда убили Полторы или две недели То есть Это было недолго Ну мы же как обычно На стоп сели Слушай Ну смотри Здесь есть хил Это явно местная арена Ну что-то похожее Просто я этого не помню Когда я тут Мы просто выходили Из всех ворот Понял И просто начинался махач Или не из этих Подожди 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 Сейчас тебе кину Не бегай Как тебе кину Кинулся Инвайт интересно Вот что-то пришло Кимни Нет-нет-нет Это кто-то другой Не ведись А Золото мне кинул Дуэль Что за насиль Нет Мне только что Шепнули Про тебя Всю правду Какое В приват В латинице Написано Быков рак Что ты Имеешь сказать Этому человеку Ну Я с этим уже давно Не спорю Так Ну скоро тебя и забьют И я уже с тобой Золотан меня не бьет Он не хочет Тут творить На безумное насилие Золотан убей меня Убей Золотан Золотан убей Ну ты его может Убьешь тогда теперь Раз он не сопротивляется Ты видишь Ты видишь Ты видишь Это к слову Вот возвращаясь К теме классов У Золотана Класс Блин Кто Как же он называется Короче с двоими мечами У тебя Допустим С щитом и мечом И в оба танки Только этот танк Вот Золотан Который он агильщик То есть на воротах На подобных вещах Держит агры Отпрыгивает Кувыркается А ты танк Который держит щитом То есть тут и такие фишки Есть Плать до того Что практически каждый Ближний класс Здесь немножечко является танком Давай Золотан Сделай это Напиши ему Чтоб он меня убил Я думаю Он сейчас уже нас услышит Скорее всего Как-то я тебе напишу С геймпада по твоему Серега Пиши давай и сам А все Да он услышал И это было просто В одно движение Знаешь И все Ну А Ты что прилег Вставай Такая фигня Я же Один тут хил Да Сейчас он тебя поднимет Смотри Он что-то колдует Нормально Используй ребята Геймпад от Xbox 360 Сейчас секундочку Это приболело Сейчас на секунду Гручу Ох Чихнул так просто Все Восстал Вон по хильсе У Шунина Вон стоит Шунин Он тебя полечит Я же сам могу Я же хил Варьер Да Тут тебя спрашивают Как ты думаешь Не испортит ли Эту игру ФТП Фри-то-плей Сразу должен был Быть в Тере Потому что Со своим Пей-то-плеем И ПВП-системой Людей была мана А ПВП можно было Делать грандиозно И там поначалу Просто Безжалостные битвы были Очень было классно А потом Ввиду того Что ПВП не развивали Больше делали упор На той же Америке И Корее Первоначально Они делали упор На ПВЕ То есть все уходили В ПВЕ В ПВЕ В итоге оставались только Ну вот такой Знаешь костяк Любители попроходить дальше При всей красоте При всей красоте этой Ну она немножечко Приедалась постепенно Знаешь Потому что они делали Очень долго Там у них было Очень много Поначалу проблем А вот в последнее время Когда настало Фри-то-плей У них просто поперло Там всякие планы По реализации ПВП-систем Дуэли И всего остального Плюс сами Русские Локализаторы же Они собственно Будут заниматься Жесточайшими вещами Касательно того Что они будут устраивать Обилие ивентов Посвященных ПВП И всем остальному Не то кнопку нажал Бывает Побойся котика Вот сейчас могли видеть Как я блокировал удар Своей пуговкой И еще раз Это самая идиотская Битва в галактике Просто Нет Ты ничего не понимаешь Я уворачиваюсь От твоих От твоего кунг-фу Вот Видал Какой жестокий Ужасающий урон Сейчас я тебя настигну Да что такое котик Соберись Вот он Хорош Это будет долго Нет Нет Скоро Тебя настигнет смерть Давай О чем ты? Я хил Ты мое копье вообще видишь? Какого оно размера? Поначалу тут вообще Надо очень привыкнуть будет После этих вот игр Привыкнуть здесь Ну тут опять же Вот смотри Просто ткни меня Чуть-чуть левее Моего туловища Нет Сейчас Сейчас вот не прошло Все-таки пинг на Америке Есть небольшой Фишка в чем Когда при маленьком пинге Там драки Они совершенно по-другому выглядят Тут фишка в чем получается Демаг считается только в том случае Если Копье реально попадает По физической модельке Вашего персонажа По-другому демаг не считается На Америке это показать К сожалению Не всегда получается Потому что Ну имеются задержки И тому подобное еще А на России С маленьким пингом Выглядит игра Будет чуть-чуть по-другому Но не чуть-чуть В смысле А именно по динамике И тому подобное При этом конечно В игре осталась такая фишка Знаешь как немножко Медлительность При замахах И тому подобные вещи Но если вам хочется бегать Чем-то таким дерзким Быстрым И молниеносным Тут опять же Есть свои фишки Если что веди Ну сидь нас куда-нибудь А мы пойдем Тут есть свои фишки Связанные с тем Что Во-первых есть классы Которые быстро машут Мечами и всем остальным Та же риперша Очень-очень там Она машет всякими Своими цепями А фишечка есть Немножко в другом Есть глифы Есть Ну развитие персонажей Глифы и камни Специальные Глифы это то Что усиляет Определенные ваши скиллы А камушки Вставляются в броню И дают дополнительные бонусы Вашим статам Там саморазнообразным Соответственно Можно сделать быстрее Своего персонажа Заточить его Под использованием Определенных тактик Ну то есть У вас тактика Допустим Бегать и отпрыгивать Бегать и отпрыгивать Бить и отпрыгивать И вы учите Улучшаете скиллы Отпрыга И скиллы какой-то Особо ужасной атаки Остальное время Вы отбегаете И пытаетесь скрыться От атак противника Соответственно Если вы танк То вы беретесь И качаетесь Допустим В повышении физзащиты И опрокидывание Допустим В контроле Или что-то в подобном ключе Плюс там есть много фишек Вплоть до таких мелочей Как увеличенный урон И шанс крита При ударе в спине При ударе в бок Знаешь То есть вот такие вот фишки Вплоть до этого Ну это честно Когда ты делаешь бэкстап Должен быть больше урон Всегда так по крайней мере В ММО просчитывалось И парирование Должно Сходить Ну тут парирование Уже зависит от тебя Большей части Потому что ты должен Поставить блок сам В тебя летит это все То есть это все От тебя зависит Ты вернешься Не вернешься И тому подобное Вот так вот Я прикрываю своей пуговкой Могучей Какая-то девочка С ушками Пытается меня закрыть С собой Мне нравится Что-то это зафор Вот это вот что-то Что-то такое Не знаю Мне понравилось Я решил сюда пойти Потому что На карте Лумбертауна я не вижу Вот хоть убей Поэтому мы пойдем По своему На самом деле Нам надо было Немножко все-таки Квестер сделать Чтобы прилететь В следующую деревню Ну да ладно Квестер для слабаков У нас есть золотом Вот он будет решать проблемы Почему ты так быстро бегаешь Я понять не могу Ну не знаю Для тех кто может быть Интересуется как здесь Все эти скиллы будут Помещаться на геймпаде Элементарно на бампер Как вы видите Нет именно активных Ну а так кнопочек Собственно панелек Много можно поставить Если кому интересно На клаве Кто играет на клаве Здраво Я Лепота Да Класс А здесь можно Головно убить Ну разве что Дуэль опять кинуть Нет Просто дуэль не пойдет Нам нужно найти Какого-нибудь монстра Напиши золотом В приват Чтобы он повел Нас к монстру Хватит приставать К девочкам А нет Это не девочки Я думаю Золотом тоже самое Нам скажет Типа Надо портоваться Но нам еще не открыли Золотом Ну можно пойти К телепорту И прыгнуть Он был в самом начале Расскажите Каким образом Вы играете Ведь игра на территории России запрещена Вот так новости Мы с тобой Получается Серега Уголовники А то Вообще Рецидуи Как говорит Клаков Это сервер Про сервер Забыли упомянуть Аллея Титанов Valley of Titans PvP сервер Он сейчас Единственный Рекомендуемый По популяции Есть ли в Терри фракции Или тут Все сами за себя Ну И да Нет Тут фишка в чем С последними обновлениями Недавние появилось Три альянса Которые воюют Между собой То есть PvP Оно как мы говорили Развивается Но при этом Принадежность Какой-либо Расе Она Совершенно не важна Плюс Когда вы создаете персонажа Совершенно не важно Какой вы Раса Вы можете быть Любым классом Кроме риперши Это единственное условие Риперши может быть Только линша То есть маленькие девочки Вот эти коваяняки А так В игре появилось Три альянса Которые сражаются между собой И Если вы приверженец Одного из этих альянсов Вы получаете определенные бонусы В зависимости от того Что вы хотите Вы выбираете Ну какие бонусы Вы хотите получить Вы выбираете Какому альянсу примкнуть Потому что у каждого Они разные То есть так сейчас Это сделано В будущем И уже сейчас Также есть Вот эти вот БГшки На БГшках Можно драться Ну кланами Там аравами Да Пачками И тому подобными вещами Вещами При этом Вот я точно не скажу Сколько Но по моему Ну как минимум Одну локацию Власть в ней Можно захватывать Именно с помощью БГ В дальнейшем Этого будет больше Потому что Собираются Вести форты Осады И тому подобные вещи Вели уже багажку С пиратами И тому подобными штуками То есть Если вам нравятся Фракционные битвы Есть такие Мало того Если вам нравится ПВЕ Кто-то когда-то Играл в рифт Который у нас тут Закрылся уже Давно-давно Но недавно Закрылся И вам Русский да А русский Я недавно В стиме в него играл Поэтому А вот с этой фишкой Разлом там был Помнишь там Разрывается небеса И он вылетает Просто так В Терри тоже Такое же есть Называется По моему Нексусы Появляется Нексус Появляется Куча волн Противников Вы их убиваете Получаете за это Ништяки Лут И тому подобное Причем Выглядит это Очень классно Потому что Твари Это Вот созданные Твари в игре Нарисованные Боссы И тому подобное Твари Существа Которые здесь живут Это наверное Самые классные Существа Которые сейчас Вообще Можно увидеть В ОМО Просто вот Тогда это было Великолепно И сейчас Боссы Которых они придумают Просто прекрасны И вот эти Из колон состоящие И такие Полутрансформеры Из камней Из чего угодно Металлические твари Из крикунов Как я говорил Очень красиво Все И вот такие Вот волны Аргонов Аргоны Это местное Зло ПВЕ То есть Если не брать В смысле ПВП Оно нападает На нас И мы должны Собственно Сражаться Со злом Дабы Значит Все было Хорошо Это местные Собственно Зачем Насколько я помню В ролике Говорил Что Аргон Аргоны Это зло Которое Там вообще По лору Было два бога Жена и мужчина Они в общем Срали 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 Жена и мужчина Они ругались 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 Посоздавали кучу Рас Которые начали Воевать на их Них сторонах Потом Короче Они устали Заснули А эти Чертяшки Они Подумали И решили Что Наверное Надо как-то Подружиться Жить в мире Начали жить в мире Потом появились Аргоны Аргоны Начали творить Беспредел И вот Все Объединились Большую Огромную Федерацию Для противостояния Этой Безжалостной Напасти Которая Вырвалась Из нетр земли Кстати Мы дошли До первых Врагов Здесь Не поверишь Козы И они По-моему Большого уровня Сейчас я посмотрю Какого Бывает Такое Козы По-моему Дальше Если бязать По этим пескам Там Опять же Возвращаясь К этим пескам Кто видел Трейлеры По-моему Это где-то В этих песках Может быть Уже Ну это у Золтана Точно Сейчас не вспомню Боссы Тот самый Каменный Такой С дыркой Внутри Типа пустого Извлича Скажем так Фишка в чем Кроме Данжей Есть и Боссы РБ В открытом мире То есть Пвп материрована Еще и с этой стороны Можно драться На боссах Убивать тех Кто пытается убить его На пвп серверах Конечно же И забирать лут себе То есть Вплоть до этого Слушай Я вот В прямом эфире Сейчас Уработал козу 22 уровня Будучи 11 Ну почти уработал Ручки Ручки Хотя подожди Если тебе помогал Золотом Тут вообще Ничего Смерть ей пол хп Она даже не огрызнулась Может она Ну овца Все таки Интеллект Это не ее фишка Ну хотя вряд ли Это овца Судя по программам Мне кажется Скорее козел Или барашка Еще мне нравится Что на мало Сесть можно Моментально Не кастую Ничего Так Можно Что это же Нереалистично Блин Не могу Ну я понимаю Что Да А то что Коня Меня Значит Демонически Это все нормально И то что Я играю за хомяка С копьем В броне Все хорошо А вот то что Каст не кастуется Маунт Вот это Ты до него не залазишь Вот да Вот это вот Как так Вот например У персонажа Коста-Рики У него Значок гильдии Смотри Это Современный Флаг российской армии А вот смотри И Золотом Как раз говорит Что в каждой локе По волтбоссу Вот собственно Волтбоссов много Он нас к нему и ведет Не знаю Но он так уверенно бежит Я думаю что да Классно что в каждом эфире Сколько мы уже с тобой приключений И Артамахина И Быкова в ММО сняли Штуку шесть Наверное пять Да да Где так Ну вот и всегда находился Крутой чувак Который Который Нас сопровождал Нет я не хочу дуэль Спасибо большое Там такие вообще Любители кровушки стримеров Поскакали бы за Золотом Опять же Если вы сейчас начинаете Лихорадочно качать А английскую версию Я думаю не стоит Подождите русскую Потому что по идее Она будет совсем скоро уже Но в ближайшем Разве что для ознакомления Так поглядеть Золотом тебе Пишет в личку Я так понимаю Нет сейчас не пишет Ты не видел синий? Он в патьку пишет Подожди У меня здесь разборка Смотри Финиш Я хиляю тебя Стой в шарике А в шарике Все понял Понял Давай давай Танкую Танкую Да что Ну кто его сломал Ну у нас тут битва Я к сожалению Не могу Собрать кристаллики Потому что еще не докачался До местного Крафт тоже имеется То есть можно крафтить Кто любит крафтить Можешь заняться этим Причем там много-много Направлений крафта Ткань Ну стандартно Ткань Там Железо Латые Оружие Посохи И тому подобные фишки Вот это вот сложно будет пройти Я думаю Спокойно Ты забыл А ты же сам Ну ничего Я просто взрываешь С галядом Я понял Вот все Вот этот мой Короче Иди сюда Ну кстати классно Что я не умираю От такого большого монстра Потому что в любой другой игре Разница в 10 уровней Ага Жив Мертв Умер С плюхи Ну что ты долго Колдовал Я думал что он встан И оказывается он кастовал Ты поднимешь меня Правильно? Поднимешь? Когда я убегаю? Ааа Убейте его Не ну я не буду воскрешаться Потому что меня поднимут Вот золото Ты говорил что он танк Почему он умеет воскрешать? По-моему, с 10 уровня или с какого-то там появляется возможность Именно просто поднимать Но не в бою Так, что-то колдуется вот Е-е-е, класс То есть, опять же, вот это вот с прокачки, допустим Мелкоуровневым там каким-то встать говнюком, да, и прокачаться на элитке Это тоже вполне нормальный вариант Мало того, больших элиток, даже на, ну, уступая ей там солидном уровне Можно убивать Долго, муторно, тяжело, одна ошибка, смерть, но можно Отпрыгивай, например, вот так вот, оп, назад И уворачивайся от удара Убийца Что такое, я наступаю в какой-то стежит и безостановочную Вон, золтан нашел босса А, не, подожди, это элитка Не могу понять Погоди, у меня, по-моему, заел геймпад Ммм, геймпады хороши Э, да, это элитки, это еще не боссы Собственно, вот с этим вы потом будете сражаться на протяжении всей игры То есть здесь нет такой фишки, что мобы всегда уступают вам Если вы, ну, просто вот раза четыре подряд, да, на похожем, ну, равном уровне с элиткой Ну, провтыкали, да, получили урон, вас сбили, затоптали и тому подобные вещи Случили с вами, то вы, скорее всего, умрете Даже с одной элиткой своего уровня справиться не всегда просто Если, ну, совсем свежее мясо такое Ты уверен, что это босс эти джиггернауты? Нет, 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 это элитки Это элитки Элитные боссы Я хочу зон босса у меня снова посмотреть Ну, может, его уже убили или зафармили, понимаешь? Иди сюда Босс убит, вот пишет золтан Еее, ты посмотри, какая злая мордочка у меня над головой только что появилась на секунду Убийца Да я говорю, они еще не поняли, с кем связались Просто золтан — это отвлекающий маневр вместе с вами всеми Как карманный убийца Просто внезапно выскакивает и выбивает Так, он предлагает нам дальше скакать куда-то, судя по всему На рапторе, на каком-то красивом Погнали, погнали Почему у тебя нет коняшки? Ее же всем дарят Я не знаю, я что-то тупанул, видимо А, у меня старая кому-то Да-да-да, причем очень, видимо, в этом дело Потому что в новом на 7 дней дают коняшку Он что-то пишет тебе А, вот Да, напиши ему да Мы хотим пройти с ним по всем локациям Сейчас мы будем проходить по всем локациям Давай И переехал в Ростов Все, ты уже с лексиконом ознакомился, да? Местным Стал коренным ростовчанином за сколько? За сутки? За четверо, за пятеро За пятеро суток все, Серега обратился в коренного ростовчанина Та-та-ри-тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та А Кирилль сейчас не поддерживает, стало быть, да? Пока, ну, в этой версии нет, квадратики. Ну, мы уже показали мобов, кстати, козлов. Вот эти знаменитые козлы, которые от места хлопотали справа. Это самые первые элитки, причем, опять же, с каждой элитки есть своя тактика, как у маленького такого босика, у элитника, грубо говоря. Да, это не как когда-то было в Айоне с ихними элитниками, которые вообще никак ни от кого не отличались, и просто были жирнее всех остальных, да? Тут у каждого, у каждой элитки это здоровая, обязательно тварь, красиво нарисованная, отменная паскуда. С тактикой, с обязательной тактикой. Допустим, вот те черти, если они тебя сбивают с ног, они потом начинают тебя безжалостно топтать, они рвут по прямой, там, сбивают тебя с ног, встанет. Что они еще делают, я не помню. Короче, потом еще, то ли у них копье, то ли урок, что там такое было, этим тебя протыкают. В другом месте рядом с ними пасутся такие большие толстопузы из трейлера, чуваки. Такие, как бы, ну, из серого камня, наверное. То есть у них там своя тактика. Они прыгают на тебя пузом, они бьют тебя, там, магией, стреляют лучами изо рта, там, и тому подобные вещи. То есть у каждой элитки что-то свое. Нет такого, что кругом тысячи кабанов, просто разукрашенных в разные цвета и увеличенных по размерам. Это хорошо. Что уже в пати, ребята. Я тут оконулся в комментарии. Кто в рашке будет издатель, вопрос. В рашке издатель будет компанией под названием Destiny. Если я ничего не путаю, если у них там не какое-то большое название, то любят, знаешь, там, длиннющие VIP-поблесы. Я говорю, что первое, умер, дейп-поблесы. Слушай, смотри, по-моему, это право босс. Какой-то рогатый хрен. Скорее, Лидко. Торпид, как? Торпид Кумас. Кумас. Кум, короче. Кумас, короче, какой-то монгол. Торпидный Кумас, да, нормальный. Торпидирует твои вот просто лошадей. На какую... Вот Куму. А, нет, говорит босс, да. На какую прокачку... Ой, на какую прокачку. Ну, да, на какую прокачку из других ММО похоже местное развитие. Местное развитие. Короче, я запутал свои слова, но ты понял мою мысль. Так как это нон-таргет, то скорее сравнивать его надо с предыдущими играми в стиле вот коридорного Рубилова в стиле С9, либо в стиле Виндиктуса. Нет, именно про прокачку спрашивают. В конкретном смысле древа талантов, вот это все. А, ну у вас там есть скиллы, которые вы учите, да, а потом у тебя появляются глифы. Глифы, я даже не знаю, на что они, но оно само по себе, знаешь, как-то получается такое. То есть у тебя нет такого, что ты улучшаешь скиллы, изучая их. Просто изучение скиллов, там левел скилла первый, потом второй, потом третий с повышением уровня твоего, да. А дополнительно есть глифы. Глифы, они улучшают показатели именно скилла, которые ты хочешь улучшить. То есть он получает дополнительный бонус. Вот это с уровнем тоже получается. Вот. А дополнительно своего персонажа ты подтачиваешь именно под какие-то нужные для тебя вещи. То есть если ты идешь в данж, ты собираешь сет из камней, специальные такие камушки, которые заточены под убийство боссов, да. Если ты идешь там качаться на элитках, да, то ты делаешь себе сет из камней для кача на элитках и тому подобные вещи. А во прокачке, собственно, ну тут не дерево, я не могу назвать это деревом. Такая, как это, лист умений, скажем так. Лист, лист, листик. Собственно, ты можешь нажать К, ты можешь нажать К и показать, что у тебя доступно из активных и пассивных скиллов. На ходу это, по-моему, делать нельзя. Можно, просто вперед нажимаешь и К. Ну, ты можешь видеть все мои щиты, атаки пик и точеные, там вот это все распределено, актив, пассив, все, все как обычно. Но тут, знаешь, человек нам пишет, что вагонами качаться, ну, то есть цепляться кому-то, паровозами, да. Бессмысленно, потому что их спа идет за урон. Да. Вот, так что это... То есть ты привешь одну элитку и пинаешь, пинаешь, пинаешь. Это же опять же... Это же важно, чтобы его танчил кто-то. Нет, ты же опять же, вспоминаем, что твой танк может маленький, уворачиваться, отпрыгивать и все остальное. Тут каждый может уворачиваться, отпрыгивать, как-то избегать атак, дэшить и тому подобное вещи делать. Они постепенно... Это очень важная фишка вот этой игры именно, но таргета, потому что, ну, понятно, если бы вы стояли, просто били веслами друг друга по лицу, это было бы не так интересно. Поэтому здесь много таких эвейдов и тому подобных вещей, которые позволяют тебе постоянно кружиться и уворачиваться от элитки, нося им удары и в спину, и в бока, и там, в зависимости от того, как ты камни подобрал себе. Не сложно, в общем. Спрашивают про амурные всякие дела, плюшки от свадьбы и так далее. Я этим в уму никогда не занимался, поэтому даже не спал. Ну, тут свадеб нету, но опять же, можно сделать просто ивин для себя, да, и даже драку на свадьбе за деньги устроить, опять же, возвращаясь к этим мини-чемпионатикам. Проблем с этим нету, то есть сами вы можете. А по поводу кастомизации, что там сейчас доступно в шопе, ну, я не знаю. Не смотрел, сейчас глянем, может, есть что-то свадебное. Ну, на одном из загрузочных экранов я видел толпу котиков в смокингах. Ну, может быть, все-таки что-то ввели такое. Ну, прям такие, чтобы плюшки были, знаешь, что, типа, вы поженились, и... Как в Рагнароге когда-то или в чем-то. Можно даже завести себе ребенка из другого игрока, вот такого вроде бы нет. По крайней мере, пока. Надо нам будет с тобой поиграть в Рагнарог как-нибудь. И завести ребенка там все, чтобы он фармил нам. Такого 60-го уровня. Ну, не 60-го, какой там максимальный уже? Золотон, в общем. 50-й. Золотон завести в виде ребенка. Эх, сынок, и девушки бегут, да. Твои ребята бегут за мной, я такой вообще без руля. Тут тебе личный вопрос про некие белые стихи. Что с ними? Когда они вернутся? Куда? В обзоры. Ну ладно, оно же не получается так, что просто сел там и накатал. То есть, как только вот есть к чему присобачивать их, да, тогда это получается. Чаще всего это получается именно с фэнтези. Слушай, а мы пришли, представляешь, к Лумбертауну, который я не мог найти. Как только что-то из фэнтези подвернется, так сразу. Кому? Ламбертаун? Ламбертаун, Лумбер, Ламбертаун, да. Да, так это же первая деревня, на которую ты должен куда-то должен был на пегасе, собственно, прилететь, насколько я понимаю. Да, мы решили просто пробежать всю эту дистанцию. Да, почему нет? Тоже вариант нормальный. Ну как же здорово, что маунт дается сразу. Господи, я как вспомню, в любой игре сколько-то маунт качаться нужно. Маунт хочется. У меня нет маунта. Да ты и так быстро бегаешь. Ну, может быть, в этом фишке, типа. Предложит красную свадьбу нам с тобой устроить. Это как? А ты не смотришь до престола? Я понял, 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 да. Все. Кровь в кишке. Я здесь царь. И еще один вопрос по поводу вкусовщины. Нравится ли нам с тобой стилистика визуальная? Из вот того, что можно сопоставить старые, лучше просто нет. То есть, даже если мы возвращаемся к тому же Блейден Сол, да, корейскому, с которым вот первоначально соперничала Терра, то в Блейден Сол она все именно с закосом сделана именно под корейщину. Вот именно под вот строгую корейщину. То есть, там странные виды такие. Ну, они забавны, но немножко не то. А здесь же она больше подходит именно для европейского игрока. С тем вот... Кто смотрел 41 Ронин или 47 Ронинов там фильм был? 47. 47 Ронин. Вот та паскуда, которую в начале фильма убивает Киана. Страшный такой. То ли лиса, то ли монстр с рогами. Вот эта вот тварь. Так. Вот такого вот рода здесь босса и монстра. То есть, они вроде бы из корейской мифологии, или как-то с ними связаны, да? Но европизированы. Они очень органично смотрятся в мире. Очень классно здесь все сделано. То есть, когда ты видишь какую-то паскуду, ты понимаешь, что вот эта вот тварь, вот ее надо бояться, и следует убегать. Стилистика отменная. С Blade & Soul. Просто, если мы смотрим на Blade & Soul, опять же, возвращаясь к конкуренту, да, к какому-то, который сейчас в Корее там есть у них. Ну, у которой тоже там немножко проблем там много. Фишка в чем? То там Корея уже приелась настолько, что, ну, неинтересно на нее смотреть. Здесь же подошли таким образом, что на всех монстров смотреть абсолютно очень интересно. Даже боссов ты заходишь, прям, делом не то, чтобы их убить или знать тактику, а просто позырить на них. Они офигенные. А как-то аргонские случаются вот эти вот нашествия Nexus'а. Это просто ад, их там тима, они все крутые. Это рандомно происходит? Там на локациях отмечаются, типа, вот здесь вот происходит разлом, там все дела, и все туда бегут. Рандомно, то есть? Да, да, да. Вопрос, бесшовный ли мир или разделенный на локации как в Ньюр Винтер? Ну, насколько вот мы сейчас можем наблюдать, он... Он бесшовен? Да. Здесь можно спокойно перемещаться между локациями, никаких загрузок не будет. Красота, кстати. Через океан только вы не приплывете. Ну, это еще в одной известной ММО-игре, европейский тоже. Тоже так же. Бесшовный мир, но два материка, ну, уже не два там, а больше. Побегать можно везде, проблем нет. Вот сейчас мне очень нравится локация, такой каньон с красивыми скалами, не из трех полигонов состоящих. Там дальше еще лучше, там вообще столько красивых мест, просто с ума сойти. Опять же, возвращаясь к Терри, вот в ней же, помню, появилась фишечка первая, которую тоже все ликовали, радовались. Но они опять же использовали ее далеко не на полную, может потом как-то они вернутся к этой теме, которые вот залезть по лианам куда-то наверх, пробраться куда-то, ну, забраться на какие-то вершины безумные и тому подобное. Они здесь есть такие штуки, но не скажешь, что очень много. Ну, если вы находите какую-то вот лиану, там свисает, на нее можно забраться, обязательно лезть, там будет что-нибудь красивое, интересное и забавное. Или, по крайней мере, после того, как туда залезете, можно будет спрыгнуть вниз и красиво засуицидиться. Быков, когда будет новый инди-вечер, спрашивает тебя Дерригот. Ну, как только, так сразу. И еще один, мы пока скачиваем, ребят, пишите все вопросы, пока скачиваем, буду читать все. Вот, плюс геймпада могу одним пальчиком зажать и рулить. Класс. Опять же, местные орки. По вашему мнению, спрашивает Орехиз, наверное, так его ник читается. Или Опек Суз, или Орехиз, тебе что больше нравится? Орехуз, я думаю, когда. Ну, или Ореху. Крепкие. Да, крепкие орешки. По вашему мнению, что лучше для игры, подписка или фри-то-плей, или же система как в Аркейдж с премиум аккаунтами? Тут и даже спорить можно, ведь. Ну, что тебе решить? Тут же, смотри, есть ТСО, да, она платная, как бы ты плачешь, играешь, там и оппоненты. Я бы сказал, она ультра платная. Это первая игра по модели оплаты ультра платная. Вот что было на бете, что после релиза играть в нее просто невозможно. Это не ТСО, а уныние полное, вы знаете. То есть, и сейчас у нас есть фри-то-плейтера. Красивая, хорошая, интересная. Если нравятся подобного рода игры, то есть, скорее, с клонов ПВП, который сейчас развивается в России, то есть. То вот, идете сюда играть. Тут вопрос не в том, платный или бесплатный, вопрос, хорошая или плохая игра. Если она хорошая, то за нее можно платить. Если она хорошая и в ней не надо платить, то в ней все равно что-нибудь купишь, потому что она хорошая. Как-то так. Ребят, не я пати-лидер, пати-лидер Золтон. Золтон с двумя буквами L. Как слышите, так и пишите. Золтон. Вот он, пати-лидер, пишите ему, он вас, если чего, добавит. А мне кажется, что наилучшая система... Во-первых, я хотел упомянуть, что нет ничего слаще для потребителя, любящего халяву, нежели чем игра, которая была платной и стала бесплатной. Потому что платные игры, ну, что скрывать, они выглядят лучше в основном, да? То есть ТСО, H&C... Раньше, да, в меньшем дело. А раньше, да, а сейчас все как-то хуже и хуже. Ну, это да, но ты получаешь, поскольку она фри-то-плей... А фри-то-плеивается... Ты можешь опробовать всю эту красоту платную, не тратя ни копейки. Это, по-моему, очень здорово. Хотя я вот спустя некоторое время зашел, например, в H&C, который стал фри-то-плеем, и я играл в него, когда он был платной, суку бы. Вот. И это полный кошмар. То есть я не могу призывать своего мамонта, потому что вы не заплатили премиум-день. Вы не можете попасть в необходимый вам данж, потому что у вас нет ТРСИ. Ну, это тоже вот, да. Потому что а фри-то-плей у меня может быть печальным, либо вменяемым. Просто некоторые, как а фри-то-плей, это просто хочется рыдать. Это как в Сватор. В Сватор встал в фри-то-плей. Думаю, ну, чудесно, побегаю по багажкам, посмотрю, может, что-то изменилось. Не больше пяти богов в день, плебей. Да-да-да, я тоже с этим сталкивался. Я тоже в Сватор побегал, причем довольно долго, но вот это меня остановило. Вот. Как в ТР, кстати, с этим делом. Мы это еще не затронули. Вот мы подводили, подводили. Она же делается, то есть, вменяемой системой фри-то-плея. Тебе доступно все. Фишка только в том, что кастомизации и тому подобные вещи, вот они идут за деньги. Может быть, у нас в России, так как привычно для нашего игрока, это введут еще премиум аккаунты и тому подобные вещи. Потому что это привычно, за это уже привыкли платить, оно не отпугивает. Ты платишь, качаешься слегка быстрее, чем другие люди. И вот твоя плюшка, твой бонус, это еще и лошадь тебе дадут, еще что-то там какие-то, ну, прочие финтифлюшки. Фри-то-плейно хочешь играть, играя, будет немножко сложнее, но это твои проблемы, можешь заплатить. Думаю, такая система. Да, 10 баксов, 10 баксов в месяц заплатить, не обломаться и получить двойную экспу, по-моему, нормальный вариант. Но посмотрим, как Destiny решит, в смысле не игра, а издатель, как решит она обустраивать здесь местную монетизацию. Все, я пытаюсь здесь найти шоп, где он был-то. Шоп? Видишь, даже магазин сложно найти. Магазин, сейчас тебе скажу, где. Слева от настроек. Вальк Йон Аутфиттерс. Настроек, где настройки? Смотри, когда ты вызываешь курсор, у тебя на правом верхнем скилл. Item claim, что такое? Вальк Йон Аутфиттерс, вот тебе вот это нужно. Там же, где item claim, да. Это то есть, я что, это же мои подарочки. Вот, сразу подарочный, смотри. Не-не-не, там есть подарочки, просто смотри, ты нажимаешь. Я знаю, я оттуда получил свою коняшку. Может и я сейчас получу, может я тупанул. Просто смотри. Может у меня тоже будет сейчас коняшка. Музыка и звуки, как будто из серьезного Сэма, почему-то не начали вспоминаться. Смотри, какой шлем. Где ты? Ты где-то далеко позади. Ой, я далеко, да-да, ладно. Не смотри, какой шлем. Мы уже пришли, по-моему, к данжу. Ну, я только бегу, лошади нет. Зато у тебя есть шлем теперь. Ну, классный, классный шлем. Такой, как будто я бошку оторвал кому-то и просто натянул ее на голову. Класс, слушай, мы вообще в какой-то мордор пришли, по-моему. Ага, когда в магазине ходить нельзя. Остгароц. Ну, вот, опять же, возвращаясь к теме, чем можно испоганить игру про фэнтези. Вот первые ошибочки, вот, иди забрали. Надеюсь, что в России такого не будет. Бикини, ну, твою мать, ну, зачем? Ну, или девочки сушали, например. Хотя многим нравится, конечно, с этим не поспоришь. Вот нормальный лат, лат, лат. Я даже хочу сказать, что если не нравится, это скорее проблема. Но другой вопрос, вместо ли этому в игре? Не, ну, да-да-да. Да, это и тому подобное вещи. Ну, я думаю, в дальнейшем нам еще появляются всякие упрощения с проточкой, с заточкой и тому подобное вещами. Что важно, потому что здесь как... Ну, конечно, не сказать, что как в линяке. Хотя можно, наверное, сравнить вот эти вот фишки с заточкой, то есть с геморрой с этим делом. Не так-то просто достичь всего. Вот эти заточки я никогда, честно говоря, не любил сокеты. Не знаю, как они здесь называются. Ну, ты понял, о чем я. Да. Вот это нормальное, как бы, развлечение. Соке-то здесь тоже есть, но есть и заточка. То есть это заточка, это какой-то корейская, знаешь, сугубо прям корейский элемент ММО игры. Вот эти заточки, которые могут тебе сломать пуху твою. Вот это у зол, интересно, она сколько заточена. Я думаю, она максимальное количество. Не, по-моему, максимальное свечение фиолетовое идет, по-моему. У него оно. Синяя. Ну, ты не фиолетовая. Да, фиолетовая? Да. Ладно, и тогда. Мы точно... Фига в этом ускакали, господи, как же я долго буду до вас бежать. А мы не можем тебя присомонить как-нибудь? Вряд ли. Если что, заходите в Данкш. А тебя кинет к нам? А я не знаю, заодно проверим. Класс вообще. Ты уже пришел в Мордор или еще нет? Ну, не, я еще только в этом. В джингле пробегаю. Тяжело будет, смотри. О, я думал, это какой-то камень, который он хочет поформить, а это огромный монстр. Да. Я боюсь к ним подходить. Хотя нет. В общем, я боюсь, когда у меня есть такая пика. На тебе. Ага. Это Кольш и я просто, который немного психанул. Базузу из Дэд. И музыка героичная играет такая. Умер, умер в геройске. Да мне кажется, я просто задел сам себя своей пикой. Что еще может убить так быстро? Как я чувствую, как нам здесь безопасно бежать. Нас не пустят ведь. Но как-то Базузу пробежал, не знаю. Может, Золотан шарит. Ну, хватит меня стопать. Ну, твою мать. Слушай, ну, мы бежали, нас вообще никто не ударил. Не-не-не, в джинг. В джинг? Да. Мы уж совсем дети. Я одиннадцатый. Ты... Тоже одиннадцатый. Одиннадцатый. Пустят ли? Вот в чем вопрос. Да почему нет? Всегда надо пускать. Другой вопрос, что люлей нам там? Раздатут всякие мои. Золот у нас вёл, вёл, вёл и говорит, не пустят вас дальше. Просто посмотри на ворота. Класс. Ну, здесь красивая локация хотя бы. Ну, может тогда какой-нибудь... Кто там? Зонбосс, да, какой-нибудь. Буз. Блэйзинг вейл. Так. Букс. Кто о чем быков? Букс. Букс. Что еще мой? Букс, Z на конце можно написать. Медовик. Что за медовик? Могу провести куда? Просто экскурсию, в общем, золото он делает. Ну, это то, что нам нужно. Ну, я думаю. Не стесняйтесь, ребята, писать все ваши вопросы. Все, что вы давно хотели, но стеснялись спросить. Можете написать сегодня в комментарии к нам. Ребята, к вопросам о сравнении есть? Да, крабов вспоминаю. К вопросам о сравнении. Вот предлагают нам сопоставить Аркевич, который не так давно стартовал в России. Ну... Фу. Вашу мать. Все, и ты уходишь. И еще проблема того, что... Тебе... Там фишка еще в чем? Тебе не хватало... Тебе не нравилось половину времени в игре проводить на огородах? Ладно, теперь мы ведем кастомизацию кораблей, и ты проведешь еще в два раза больше времени на этих огородах. Чтобы капить на новую мачту какую-нибудь себе. Чтобы новую пушечку, новый сундучок, новый парусишку, который даст тебе плюс один метр в секунду для корабля скорости. Это издевательство просто, я не знаю. Это уже такая просто квинтэссенция гринда, который убьет даже любого вообще гриндолюба на корню. Даже самого ярого он не сможет это пережить. Еще проблема то, что синглплееровые движки CryEngine, в случае ArcheAge, они очень легко подвергаются атакам хацкеров. И там очень много читаков, я слышал. Хотя здесь тоже Unreal Engine 3, с другой стороны. Ты видел здесь читаков? На начале там было, но не сказать, что много. Тут же опять же, в ArcheAge там в российском самом начале было очень много. Там просто экономику сразу убили, грубо говоря. А починить не удастся, ужились. Вот те крабы, на которых я качался когда-то давно. Класс, слушайте, очень красивая локация. Вот мы сейчас пришли, реально Мордор. То есть сначала, если я шутил, условно говоря, то сейчас это реально Мордор Мордорович просто. И я даже, в принципе, рад, что у нас сегодняшний эфир в экскурсионном формате проходит, потому что погриндить мобов вы сами сможете, в конце концов, а посмотреть крутые локации с Золтаном в голове, это не каждый день такая возможность выпадает. Был у пляжек, а там какой-то кафешечка, все дела. Нормально. Там цены обычно здоровые, в два раза больше. Заколы там рублей 200, наверное, в этой кафешке. Не ходи туда. А мы к какой-то Медузе пришли страшный. Keeper of the Flames. Ребята двое за мной такие пошли, и в общем, сейчас я их завел, и все, выхода отсюда нет. Ладно, я тогда побежал в Друаль дальше, на Соперентис Айсел. Если что, подбегай ко мне. Может, если там красиво, я просто посмотрю. Здесь все очень круто. Посмотри, вот сейчас открой стрим и посмотри, реально. А, я вижу, да. Быков из Дэд, вот я вижу. О-о-о-о, вот, отвлекся на сраную секунду просто. Ну, посмотри, что творится. Посмотри, открой стрим, посмотри. Там очень классно, сейчас посмотри. Кстати, такое ощущение, что маманы где-то живут, учитывая, что там у них при создании персонажей появляется. А вон парень возле меня играет лучником, вот я тоже лучником играл. Было классно. Еще один вопрос от Динжавора, нашего сдаянного зрителя. Да-да. Недавно в Стиме появилась игра Firefall, она тоже фри-то-плей. Это, по-моему, социальный шутер, если я ничего не путаю. Быков ее уже раньше стримил на своем канале, можете сказать, игра стоящая, и лучше не тратить на нее свое личное время. Она же какая? Там... Да я думаю, если что, мы с Андреем можем попозже покажем, может быть, попозже покажем, либо обзорчик какой-то выпустим. Фишка в чем? Она больше именно для Хольт подходит для тех, кто любит там кибердисциплины и тому подобные вещи. Огромный краб! Местник чумы, его зовут Темпест Канаж. Ты к нам прибежал, что ли? Нет, здесь просто огромный краб. Ого! Какой он страшный. Он похож на огромную фигню из Звездного Деса. Вот как-то так же было в Звездном Десанте, когда вот этот, ну, мозга... Ну, надо мозг... В котором гранату еще запихнули в отверстие, наподобие как у кита находится сверху. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тут не пройдем, назад надо. Да, ну и просто дальше, на Айленд посмотрим, красиво оно или нет. А по Зузу, если что, сверху к нам рухнет. А правда ли, что Тера... О! Я знаю, ты хочешь ответить на этот вопрос. Правда ли, что Тера изначально была украдена и билд Lineage 3? А, я же не знаю. Но судя по тому, как они судились и что делали, в итоге оказывается, ну, видимо, нет. Играли ли вы? И учитывая, что там появляется Lineage Eternal, да, вместо какого-нибудь Lineage 3, и Lineage 2, и Lineage 1 приносят самую большую кассу массовую, ну, самый большой кусок кассы для NC Soft, я думаю, вряд ли это было именно в Lineage 3. Так, сейчас нам уже телепортом второй материк, наверное, мне нужен скролл для этого, да? Тут арбузы, все дела. Знаешь, как японская эта фигня? Разбей арбуз, все дела. Квадратный арбуз, раз в Японии это дело происходит. Я слышал, что у них квадратные арбузы. Ну, это если вырастить. Вот, разбили. А я днище не могу. Так, мне предлагается трейд. Да, сейчас мне, наверное, дадут скролл для телепорта. Играли ли мы в R2 Online? R2 Online это где три персонажа у тебя, если я ничего не путаю, да? Или нет? Это не то, где мистика с роботами пересекается. Это RF, по-моему, онлайн, да? Да. R2 Online это фэнтези. Там где, ну, короче, замки. Ну, такая она, ну, скажем, линейка. Потому что там и дробл с тела, и все остальные вещи. Давно играл я. Весьма. Так. А-а-а! Сквозь просто не можно пройти насквозь. Я так не играю. В общем, мы нашли остров праздничный. Вот где используются, видимо, эти фишки с бикини, знаешь? То есть тут лежаки. Голые люди. Дорогая водичка. Это кастаники, эльфы, все дела. В воде крабы убивают людей. Так ты играл в R2 Online или нет? Да, очень давно. Но она же не самая новая игра. Ребят, подскажите, какое ММО стоит сейчас поиграть? Не Розя спрашивает. Не Розя, посмотри все выпуски стратегического сериала «Приключения Артамахина и Быкова в ММО». Я думаю, что-нибудь найдешь себе. Скоро будет R1 Online. Вот, пожалуйста. В России, да. Как минимум, это свежачок, который можно попробовать. И опять же, возвращаясь к теме, учитывая, что Россия не Франция, не Канада, и у нас не любят добро в играх. То есть в эту игру будут именно... Не то, что она сама будет частью Apple Passion, ввиду того, что НССов ведет такие работы. Сами девелоперы, собственно, писали, болтали с ними, да? То есть они будут часто устраивать именно PvP-эвенты, PvP-махачи. То есть и следить за этим всем делом. Куда делся золото? А, вот он где. Ctrl-Z, From Hell. Погоди. Подойди к НПС. Три, два, один. Что будет? Что происходит? Что? Что? Что-то там какие-то заклинания читаешь. Не-не-не, тут какой-то... Оу! Вспоминая внезапно танки и арту тут есть, короче, на пляже к развлекуху. Ты подходишь к мужику, типа, понял? Он садит тебя за пушкой, ты убиваешь крабов, которые в воде пасутся. Ну и получается, набираешь очочки. Такая мини-игрушка на пляже. Но мужик хотя привлекательный. Очень большоголовый кастаник. В общем, нет. Чего там? Мы телепортируемся на другой материк, насколько я понял. Альма, что-то там. К слову, опять же, за счастьем УП, весь мир поделен на провинции, за которую в дальнейшем и будет, собственно, война. За которую вы можете бороться и так, без войны. Собственно, главное там быть. Нравится многим, да? И можно захватить власть и получить всякие прыжки. Ну и опять же, хотя, может быть, что-то изменилось, потому что сейчас ввели вот эти вот альянсы. Это, кстати, альянсы можешь показать, по-моему, на... Сейчас скажу, какая кнопка. О, и я получил всякие... О, смотри, 10 серебра получил за эту мини-игру. И бафы всякие. И нехило так, кстати. Для детства урон 10 серебра, это нормальные деньги. Ну, тут смотри, мы вряд ли бы добежали сюда. Хотя, без золота мы бежали. И на меня напали только один раз. А мы пришли в столицу тем временем, как я понял. Я думал, что столица это вот велика, в котором мы пребываем после началки. Но, оказывается, нет. Сейчас я пацану спрошу, есть в портку? Вот золтан купил мне телепортик в этот город. Я думаю, что вы можете его тоже купить. Тем более, ты теперь при деньгах. После мужика с большой пушкой на пляже. Ну, где же покупать продавца? Обычный вендор какой-то был. Продавца скролла. Осталось найти вендора. В общем, я тогда протонусь, наверное. У меня есть скролл какой-то. Бр-бр-бр-бр-бр-бр. Как вы относитесь к этому играм, которые навязывают тратить деньги? Да плохо мы к таким играм относимся. Как еще? Ну, вопрос про навязывание тоже такой. Знаешь, если, допустим, это какая-нибудь... Ну, опять же, Тера. И тебе дают какого-то забавного красивого Мамонта. То есть, ну, Мамонта. То это же... Нет, ну, вопрос конкретно. Как вы относитесь к играм, которые навязывают тратить деньги? То есть, это вопрос из... Да, с вотору ненавижу. С вотору ненавижу. Это вопрос из разряда, как вы относитесь к обворованию сирот, например? Ворованию сирот? Обворовыванию сирот. Кстати, я протонулся в город и оказался, вот, видимо, там, где ты был, там, где Мортор, прям ужас. Боль отчаяния. Золтон говорит, что по лору местному это ядро вселенной. Там, где ты сейчас? Да. Подрога ядро. Ну, я облизываю каждую стеночку на своем коне, поэтому все хорошо. Кот, который пришел полизать ядро. Трейдброкер. Как называется, он говорил? Вот рядом с трейдброкером он где-то покупал. Ага. А мы покупали в Мордере. Я думаю, что это один и тот же продавец везде. Так что проблем не должно быть. Все, 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 все. Мерчант, вот, нашел. Мы пришли к Пегасику. А вот тут заточки эти все сраные. Боль такая. Там, чтобы вточить, то есть, ну, там, короче, сорвать печать, чтобы сделать себе пушку наиболее мощно. Там такое... Как называется порт? Телепорт ту Альмантея. Альмантея, что-то такое там было. Альмантея, нашел. У меня есть один золотой. Да, у меня есть один золотой. Все, Личуком. У меня есть полтора золотых практически. Так, что золотом предлагает сделать. Ладно, я пока исполню зажигательный танец, воспользуюсь клавиатурой, так и быть. Это тоже, наверное, зря надо было. То есть, раньше там как было, ты просто стоишь вот там на пляже, где мы были, краба бьешь, и все, и так у тебя кач идет. Я даже по локациям особо не надела, тут же мыло. Слушай, мой котик еще и подпевает в процессе танца. Конечно. Ушки медведи, если пила. Если их оставить немножко постоять, он начинает творить странные вещи. Ну, собственно, мы сейчас в этом городе, который в трейлерах, опять же, можно было видеть. Самый первый, по-моему, город. Ой, в самых первых трейлерах вот его показывают. Так, а куда, интересно, нам нужно лететь? Два материка. Подожди, у меня миссия. Я сейчас рассматриваю на статуях. Нет, нет сосков. Классно, что показывается сразу уровень локаций при выборе у Пегаса. То есть вам показывается, что здесь могут 38-40, например. Обычно это всякие модификации приходится устанавливать на ММО, чтобы узнать, где качаться там и так далее. Всякие гайды, роудмэпы. Или просто, ты просто качаешься вперед по течению. Но бывают такие моменты, когда ты выполнился квест и не знаешь, куда пойти. Ой, накачали вопросов, ребята. Как с балансом у классов в этой игре? Опять же, поначалу выйти будут все. Это факт. То есть поначалу надо привыкать. А так с балансом все в порядке. Стоит ли ждать Black Desert? Хотя, раньше, когда я играл, опять же, вот когда раньше я играл, да, то лучников не любили. И вот кем Золтан играет, варьеров. Потому что варьеры типа читерские двари, там все остальное. Варьеры именно, которые дуал вилд, да, бегают? Он постоянно уворачивался, отпрыгивал. Просто за ним такой вообще, ну, в геморрой гоняться было. Не очень его любили, скажем так. Так вот вопрос, который ты успешно проигнорировал. Стоит ли ждать черную пустыню? Ну, опять же, это же тоже корейская игра. Хорошая корейская игра. Вот, мы говорили про ArcheAge. Вот она такая хорошая, правильная ArcheAge. По идее. По идее, должна выйти. Может быть, там тоже с ума сойду, знаешь, как вот создатель ArcheAge. А я варп-прыжок в данный момент совершил. И в какой-то пустыне оказался. Как раз. Не черный, правда, но? Ну, черная пустыня. Я думаю, мы с Андреем, опять же, и у нее сходим, покажем. Ну, назрел вопрос, как себя позиционирует игра. То есть, про PvP, фарм или про данжи? Первоначально полностью была практически про PvE. Было только БГ. Сейчас, с приходом в Россию, вот до прихода в Россию, разработчики усиленно работали над глобальным обновлением Federation. Потом, видимо, название поменялось или побилось это все на блоке. Но все. Игра как бы по PvE укомплектована, ну, все уже полностью. Сейчас полностью работы ведутся только над PvP. Ну, и добавляются, конечно, новые данжи, но не в таких количествах, как раньше. Раньше их было каждый раз очень много. Каждый, там, чуть ли не месяц, неделю добавляли по-новому. Теперь идет PvP. То есть, добавили альянсы, противостояние между альянсами. Собираются добавить осады, собираются добавить ферпосты, собираются добавить, там, ну, типа технику, назовем ее так, типа танки и тому подобные вещи. То есть, она будет постепенно уходить в PvP. Плюс, как мы уже не раз сказали, как говорили нам ребята из Destiny, ну, мне, по крайней мере, там писал, что PvP-ивенты, вот этому вот всем делам, именно, которые не столько в игре встроены, сколько именно от локализаторов для вас, для интереса игр игроков, они будут постоянно проводиться. Им будут уделять очень много внимания, потому что, ну, все понимают, что у нас нагибаторы любят нагибать, а не просто там фармить данжики. Данжики при этом фармить, без сомнения, тоже надо будет приятно. Ну, надо было бы. Но при этом, если вы сфокусируетесь на PvE и на PvP, вам надо будет, опять же, как вот в старых ММО, свои пушечки, свои сетики, свои заточки под вещи всякие, свои сеты камней, правильно подобранные глифы, правильно прокачанный персонаж. То есть, каждый раз, уходя в PvE или в PvP, вам надо будет все-таки немножко менять свой билд. Ну, а это сделать несложно. Очень простой вопрос к тебе, ну, вообще, к нам. Какая ММО, по-вашему, самая лучшая? Я вообще игры не люблю. Я книжки люблю читать. Все, да. Слушай, мне очень нравится местная пустыня. Она такая красная, скорее, нежели черная. Да, у тебя какая любимая игра? Это, опять же, сейчас, знаешь, что... Когда говорят о любимой игре, вспоминаются не то, что сейчас, из-за того, что ты играл, там, лет 5-6 назад, поэтому это... Любимая ММО или просто любимая игра? Ну, ММО, допустим. Ну, я любил Конана, я любил Warcraft. Вот из-за того, что лично я долго играл. А я 8 лет подряд угораю по РФ Онлайн, и никогда оттуда больше не продумываюсь, потому что играть в нее, грубо говоря, невозможно. РФ Онлайн, как можно в нее столько играть? А, она классная, так... Не, не 8 лет, то есть, это было... Я 2 годика в нее играла, потом уже вот все, не играл. Но до сих пор люблю, помню. Вообще, трепетно, что... Ну, что же такое-то, а? Ну, что же, если я пик и свою собственность задеваю постоянно? А из нового надо тестить, пробовать, смотри. Потому что сейчас вообще такой бум пошел на ЭТИММО. И, наконец-то, все ЭТИММО двинулись все-таки не только вот на простой фэнтези, а также там киберпанк и тому подобные вещи. Не все, конечно, делают правильные шажочки. Тот же Даст-514 сейчас закрывает некоторые сервера свои от ЭТИФ Онлайна. Некоторые вот Стар Ситизен, опять же, вспоминали. Или Дейнджерус, то есть в космосе больше уходят. Вот, в общем, в будущем, я думаю, в ближайшем уже будет много хороших разных эмоций, чего будет выбирать. А так самый любимый, в который постоянно играю, такого нет, лично у меня. У Андрея, я не знаю, есть ли у тебя такое? Я тебе сейчас отвечу. Да, давай. Ты опять умер? Да. КД на резурект 2 минуты, поэтому я пока в нуарном черно-белом варианте буду рассматривать все, что вокруг меня, пока мое тело отдыхает. Я как в дотку играю, меня пацаны стопают на лошадях. Блочек тебе, да. Повтори, пожалуйста, твой личный вопрос ко мне. Какая у меня... Да, есть у тебя любимая мамошка? Ну, отвечай. Ну, я же уже сказал, да, я потратил полтора года жизни на WoW и примерно полгодика, наверное, на Конана. Ну, что много, на мой взгляд, полгода жизни уделить игре. Вот. Помню даже, вместо того, чтобы готовиться к экзаменам в девятом классе, ГИА тогда, по-моему, назывался, не знаю, как сейчас, я в ночь шел в данж и что-то там фармил, прямо в ночь перед экзаменом. И все нормально сдал. Тебе предлагают купить лошадь, я смотрю. Да, ну, где мы сейчас здесь купим? Камера-то все равно от тебя, так что я добегу. Вы нашли хоть какого-то босса красивого? Да, мы нашли огромную фигню, которыми я клешними своими перекусил. Понял, да. Такой большой, ладно, краб такой, да? Типа краб. Да здесь действительно крабов похож, только разных. Мир крабов. Я дальше-то вообще знал, что-то. Мир крабов онлайн. Какими классами вы больше все любите играть в ММО? Вот он опять выполз. Я люблю танками играть. Я имбуми. Ты знаешь, чем имбуми, тем лучше. А это потому что я ленивый. А так в армии в основном. Да, я тоже в Войнах играл. Хотел бы поиграть в какой-нибудь ММО, пишет Yent74, но ему не нравится боевая система по интим-клика. Мне хотелось бы играть в такую боевку, которая подразумевает участие игрока в бою. Может ли поставить вот такую ММО, при этом имеющую красивый мир, стилистику и прочее. Внимание на экран, Yent74. Примерно то, что ты описал. Да, мы можем найти, да, в Терри она довольно симпатичная на вкус и цвет, но нам, Серега, нравится. Напишите, как вам. И она самая честная нон-таргетовая, честная нон-таргетовая, в отличие от высшего момента у Конана. То есть там нету нелипких прицелов, как в том же Guild Wars 2, ничего. То есть это строгий нон-таргет. Опять же, когда только будет на России, да, с пингом все наладится. Если у вас будет пинг там хотя бы до двадцатки с лишним или чуть выше, да, хотя бы 50-60, наверное. Фишка в чем? Если вы не попадаете именно стволом, именно потушки персонажа, то он не получает урон. То есть настолько вот нон-таргет. То есть там очень важно смотреть. Причем фишка в чем? На самом деле у вас там дальше будут еще глифы и специальные камешки, которые будут увеличивать дальность стрельбы из лука, допустим, на один метр. И это будет важно. То есть там очень много нюансов с этим нон-таргетом. Просит рассказать про классы и особенности. Их здесь довольно много. Порядка, ну, девяти, по-моему, да, там что-то такое, листики. Девять-восемь штук, да. Вот. И про каждый подробно вам не расскажем, потому что подробно про класс может рассказать только его носитель, скажем так. Причем это будет весьма долго. Да, поэтому... Ну, Серега, расскажи про свой класс, который ты до 55 уровня давил или до какого-то до 45. Да, до 45. Я играл лучником. То есть там фишка своя. Ну, там то есть ничего такого безумного не было. Главное для меня было, чтобы меня не словили, я встрелал подальше. Это опять же вот возвращаясь к сборке так, чтобы ВК дальней стрельбы было 13 метров, тогда вот эти вот 10 метров, которые стреляли на меня другие люди, я был на 12 метрах, до меня не долетали их выстрелы, я бил на 13 метров. То есть там на самом деле вот этих нюансов очень много. А так, если просто в общем сказать, есть вары и есть маги, есть самые стандартные классы, да. То есть ничего такого удивительного нет. Фишки заключаются только в том, что у каждого класса есть возможности эвейдов, убегания и тому подобных вещей. Плюс классы примерно делятся на танков и полутанков. И просто одна плюха, одна плюха и я мёртв. Если тебе станет легче, я стоял рядом с тобой, наконец-то. Мы умерли вместе. Я увидел твое что-то. В принципе, ты же возвращаешься к классам. Всё, что вам приятно. Это последнее, что я увидел. Воины, Роги, Берсерки, Танки, Хилы, Бафферы. Кто там ещё есть? Престы. Престы. Ну, это Хил, грубо говоря. То есть там, ну, самые стандартные классы. Только они теперь не поделены как-то. Знаешь, что ты берёшь там один класс там Престов и потом делишь его на Хиллера, либо там на Баффера и тому подобное. Каждый может быть кем захочет. При этом есть ещё такие маленькие нюансы, как расовые бонусы. Вот когда вы создаёте класс, есть смысл, допустим, посмотреть на расовые бонусы вашего персонажа. Допустим, если вы берёте Бараку, то есть смысл сделать из него либо мага, либо приста, потому что у него есть бонус к манне, по-моему, и тому подобным вещам. Если вы берёте, хотите Вара, то есть смысл брать Амана. Если вы хотите просто взять человек, ну, что-нибудь такое среднее, что подойдёт к чему угодно, берёте человека. Такие фишки. То есть классы, они весьма стандартные. А потом, когда в дальнейшем вы играете в игру, ну, качаете свой персонаж, играете в игру, качаете свой персонаж, то у вас там появляется огромное обилие возможностей по специализации класса. То есть тут нет такого, что вы только вот сделали, ну, там доступно ему всё. Вы с помощью глифов специализируете свои скиллы, подбиваете их под себя, строите свои тактики, делаете себе специальные заточки, делаете себе специальные наборы камней, одеваете специальную бежуну, то есть которая вам нужна и тому подобные вещи. Поэтому здесь всё не так просто, как хотелось бы рассказать, типа, как вот, допустим, в том же Волду в Варкрафте, вы рога, всё, ты рога, иди, делай так, у тебя есть три дерева талантов, ну, по крайней мере, раньше, да? Сейчас, по-моему, там всё перелопатили, короче, всё упростили. Так, там ещё самое забавное, в основном обновлении Волду в Варкрафте собираются добавить осады, замки, все дела, там вообще непонятно, что получится в итоге. Как вы оцениваете развитие российского игростроя? Можно ли считать, что он подошёл к мировому уровню? Нет, я не думаю. Ну вот Skyforge выйдет, будем посмотреть. Вот, единственная компания, которая подошла к мировому уровню, не из России, а из страны поменьше, вот, которая юго-западней находится, картошкой промышляет, вот, а в России, нет, наверное, нет. Что вы знаете про Firefly? Вот у нас, а нет, был вопрос не про Firefly, а про что-то другое. Если про Firefly, то там последнего Comic-Con, ой, не Comic-Con, вот что-то там было, а-а-а, подожди, подожди, Locktrade, с последней вот этой вот фигне было заявлено, что в игре будут, ну, озвучка от людей, которые снимали в сериале, вот, вот это самая последняя новость. Так, а ты меня возьмешь, встречаться? Я тебя? Ну, было бы неплохо. Ну, тут вот. А у меня нету, вроде бы, сейчас посмотрю, есть ли. Тут тебе еще напоминал, когда что вы для девинти, оригинал сына, вышло русификатор, и типа, ты должен там что-то продолжить с кем-то. Да. Продолжили что-то с кем-то. И сейчас, норм, все. Я вот так тебе отвечу на вопрос, норм или нет. У меня тебя еще и подхилю. Ты сбил мне танец. Ты знаешь об этом? Опять же, вот, возвращаясь к классам, к слову, допустим, если вы прист, то вы, как бы, хилер и тому подобные вещи, да? Но если вы взяли себе бафера, у бафера есть другие фишечки. Он, допустим, или это у хилера, блин, сейчас не вспомню. Фишка в чем? Есть возможность откладывать маленькие личинки ХП и маленькие личинки МП. Есть возможность откладывать маленькие личинки. На самом деле, да, ты бегаешь с каким-то персонажем, просто гадишь вокруг кругляшами с ХП. Человек подбегает, то есть берет их в руки и получает прирост ХП. Такие вещи тоже есть. Но это, по-моему, у бафера такая штука. Так, куда мы бежим-то? Что такое? Потерялись? Ну, секунду, все пропали и все появились. Ну, не все, только золото, но мне, в принципе, хватит. Запаниковал, да? Да, я даже запаниковал. Про профессии спрашивают? Ну, мы, в принципе, про профессии уже сказали. Крафта? Да. Или чего? Ну, да. Да, да, мы сказали, собственно, есть все, начиная от того, кто варит всякое и кончая тем, кто это пьет и ест латами, мечами, оружием всяким ужасным, страшным и тому подобное. То есть крафт развит. Ну, а ресурсы вы могли видеть на полу, оно то есть везде валяется, всякие жилы торчат и прочее. А, нет, только не меня! А вы где? Что-то я тебя потерял. Мы ускакали чуть вперед. Чуть-чуть вперед. Вот там мост такой здоровенный был. А, все, понял. Песчаный мост. Вот, вот мы на нем сейчас находимся. Бегу. Умиротворение. Так, 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 так. Кстати, открой на секундочку стрим, попробуй включить 10-80 и скажи, офигел ли ты от красоты или нет. И от качества. Ты забыл, у меня прекрасно треначиваюсь. Ну, я постараюсь. Мы, видимо, с другой стороны столицы сейчас. Нет, ну, чуть-чуть, чуть-чуть поганят картинку. Нет такого ощущения, что это ты прямо играешь? Нет, вот в этом проблема. Поганя картина все равно, ну, пережимает как-то. Нет. Ну, что, даже на 720, что ли, не тянет? Нет, ты не понял. Оно в 1080, но в игре оно выглядит лучше, чем на Ютубе. Нет, ну, это понятное дело. Мне кажется, такого с Ютубом никогда... Ну, может быть, сейчас после покупки Твича что-то изменится. Вот, но Ютуб, конечно, очень сильно пережимает. Я, в первую очередь, замечаю, как оператор в репортаже, и очень сильно коверкает качество камеры Ютубу, к сожалению. И со стримами та же ситуация. Ну, главное, чтобы все читаемые было. Все надписи. Ты тянешь за собой, понимаешь, нашу группу. Где ты купил лошадь-то? Можешь на тебе продать, хочешь тебе. Да, ты что ж ты будешь делать? Выполни ты квест. Маунт с 11 уровня уже можно получить, насколько мне... Там квест не надо было. Тебе дают... То есть, если... Ну, я так понимаю, если ты не получаешь, потому что я получал свою лошадь тогда именно за квесты. В первой деревушке тебе дают коняшку. И ты начинаешь бегать. То есть, опять же, у меня там была сена, а на Америке мы уже выполняли так тебе просто подарок давали. Ну, в какие-то дикие джунгли сейчас переместились просто. Ну, я бегу за тобой. За мной? Ну, как? Я далеко, но я бегу. А есть? Вот, автобег на блок. Ну, все, короче. Я как царь сейчас развалюсь и буду бежать. А точно. Бревый стик же можно нажать. Я забыл совсем про это. Класс. Теперь тоже буду как царь, только с геймпадом. Что там, есть вопросы? Вот я в данный момент нырнул в комментарии на эту тему. Есть ли летающие маунты? Хороший вопрос, кстати. Один пегас, по большому счету, который портует вас. Ну, это не то. Это именно просто леталка, как мы ее называли во времена. Ну, типа мантикора из Вова, опять же, возвращаясь к Вову, допустим. Или грифоны. Да. Грязный олень. Вообщем, летающих нету. Есть только всякие отвратительные твари наземные. Хотел искать что-то тебе в ответку, но ничего смешного не придумал. Ладно. Рекомендовали ли вы эту игру для искушенной публики? Ну, вот мы с Серегой более чем искушенная публика. То есть, если вы играли, допустим, исключительно фри-то-плейное корейское нечто старых годов, и там вы ликуете при виде, допустим, ну, я не знаю, последней... Возможность и прыгать? Да. Тогда да, конечно. Вам понравится, я уверен, вы будете удивлены. Вы будете прыгать просто до потери сил на лошадке. Игра хорошая, если вы об этом. Плюс, то есть, я в нее давно не играл, потому что тут не было чем заняться, отчасти. Если ты любишь ПВП, да, то есть, БГшки, они приедались постепенно, то есть, к этому же бегал, 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 надоедало. Сейчас ввели огромное количество, и, скорее всего, вот, вернусь. Ленивцы. Ты представляешь, ленивцы едят бананы. Ой-ой-ой, они 60-го уровня. Так, я увернулся от одного. Маунт, маунт. Давайте уворот. Спаси меня. Где ты, Золтан? Слушай, на меня ленивцы напали. Так-то так, зелье скорости. Зелье скорости нельзя в бою использовать. Ай-яй-яй. Отпрыгивай, отпрыгивай. Золото, золото. Фух, я выжил. Кровожаные ленивцы, я не достался. Да-да, мы бежим. Такое ощущение, просто так. Отряд маленьких девочек бежит за большим жирным чуваком в странной шапке. Смотри, чтобы у полиции не возникли к тебе вопросы. Куда вы видите детей? Я не буду отвечать им на этот вопрос, да? Не, я отвлекся, я забежал в новую локацию. Ребята, сейчас хочу тебе раскачать, какой лучше сервер выбрать. Выбери Аллею Титанов, он был рекомендованный по популяции. То есть, здесь нет перенаселения и нет недостатка игроков. Плюс он PvP, я считаю, ну это лично мое мнение, что если играть в ММО, нужно играть на PvP сервере, потому что это половина фана гангать нубов в их началке. Вот. Называется Valley of Titans, Аллея Титанов. PvP. Рекомендед. Третью или вторую снизу, по-моему, в списке. Ой, красота какая. Ну я в джунглях, а что вы там нашли посередине-то? А, вы еще далеко, как же вы быстро бегаете, да? Мы в каком-то храме красивом, со стеклянным потолком. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ой, это что такое? Слушай, по-моему, у моего кота? Что? Дырка в заднице. Это нормально для кота? Нет, ну то есть, что-то они вообще упоролись по анатомии, я хочу сказать. Нет, в анатомии они переезжают. Ну тут смотри, да, есть коты, но если у него дырка на заднице, то это ничего. Недо, я прохожу еще вспомню. Там просто, когда девочку создаешь, можно сделать ее такой, что у нее, короче, бедро будет толщиной с ее туловища одно. Просто периодически с анатомии тут немного удивительные вещи происходят. А им можно будет драться с кем-нибудь? Да. Иногда у тебя, конечно, бедра будут входить в бедра, по крайней мере, раньше было так. Наверное, сейчас уже поправили этот бажик, скажем так. Ну, когда мы первый раз создавали маленькую девочку, то у нас была такая, как будто эпилепсик с очень большими ногами. Ну, она была немножко потерян. Вообще, тут же специально... Поначалу там была какая фишка? Когда только вот собирал первую инфу на Атеру, я не мог понять, как, значит, вот эта вот раса маленьких девочек-няк и пушистых котов. Кто же их не матери, кто же их не отцы? Видимо, в Корее тоже задали сетевым вопросом, разделили это на две расы. Может, если бы в одной было, все было бы очень странно. Я запутался в данный момент, куда нужно телепортироваться. Вы опять куда-то телепортировались? Вот, вот это явно свадьба, то, о чем я говорил, мне так кажется. О, е, я угадал. Тарадан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Ну, хомяк танцует, нормально все. Там такая деревня бобров. А, бобры и кроликов не оплодотворяют, поэтому тут только бобры и ведьмы, кролики живут в другом месте. И только те, кто уезжает в столицу, придается разнузданному всякому, и получаются вот другие существа. Типа тебя, котика. Слушай, ну у меня чистокровный котик, что-то это... А вот мы, кстати, встретились. Да-да-да. Сейчас я смотрю на твой хвост. Нет, ты гляди, в натуре котик. Почему ты похож на гнома? Подожди, стой, не прыгай, не прыгай. Мне интересно, до куда я допрыгиваю. Наши башки. Чуть-чуть. То есть, если бы я хотел тебе что-нибудь добиться... Эй, Серега! Эй, Серега! Серега! Эй, Серега! Секунду. Он так смешно прыгает. Я тоже приехал, заболел. Да, я вижу тебя. Вижу, видишь мой шлем? Что за шлем? Я вижу его с периодичностью где-то раз в секунду примерно. Маунт не передается. Слушай, а здесь нельзя деньги, по-моему, передать, насколько я понял, да? Можно. Можно? Деньги можно. А, золото, ну что ты говорил, что нельзя. Золото, нацепь денежек. Быка выпускаем, купит себе коняшку. Золото можно? Ну, для маунта. Нет? Да-да-да. Да, я не против. Кто-нибудь, нацепьте денег на маунт. И никто не дает. Я, честно говоря, в списке не вижу того, что могло бы попадать под... Под маунт. Мало золота на маунта такого. Вот, опять же, возвращаясь к этим... Крафту. От химических материалов. Блин, я не помню, я занимался крафтом броники. Легаси. 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 Так, слушай, а это не эти? Все, мы куда дальше бежим? За золото нам куда еще можем бежать. Окей. К слову, вот. Зет нажми. Так. Видишь? Да, обальянс хэнфо. Да-да-да, вот-вот-вот. Там, походу, можно почитать, какие у них там... Владения на данный момент. Судя по всему. Что? Ну, что такое? Как голду дать? Ну, вон там же, там медь, где есть. Вот, 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 вот. Сейчас открою. Ну, да, честно. Я помню, даже золотом чуть денег не дал, что-нибудь. Трейд. Кто мне хотел дать денег-то? Не знаю. Кто-то? Медовик, наверное. Медовик, стой. Пойди мне помоги, реально. Следующий пиво мне. Ну. Какого красивого места. Да. Ну, все, ты обзавелся? Не-не-не, все. Так, и в какие же красивые места мы полетим? Не знаю. Серега, они убегают. Но сейчас у нас лошадь появится. При хорошем она, сказали. Так, золотом уже улетел, ничего не сказав. Просто сказал, в красивые места. А, вот, написал триллион. Триллион, триллион. И где он? Да, Медовик, я поймал. Нашел. Ну что, хватит сегодня, Медовик. Иди, да, сейчас надо найти, где его покупать, потому что я его получал уже по этому. По квесту, да, я помню. А? Провтыкал еще раз. Тара-та-та-та-та-тара-та-тара-тара-тара-тара-тар-тар-тара-тара. Телепорт-мастер. Че такое? Зачем? просто 1007 голды остался ну я не знаю еще вот шоп не то не то не то не то не то ли там чуть такое чурбан не то это факт где тут блин это тактик инструктор это не то частью заодно выучил сейчас еще мальченко ты куда поехал то я полетел троллион это радио следующая остановка наших может быть даже последняя остановка нашей сегодняшней экскурсии по красивым и знаменательным местам мира терра посмотрим что у нас здесь но здесь мы поможем были я вот я камни нашел кстати у мерчанта спешил спешите сторону может посмотреть там ко мне если найдешь вот собственно которых я говорю которые суются в одежду эти причем фишка в чем там не так как вот допустим ну кто играл в какой-нибудь допустим орех да вы вставляете какой-то камень в оружие ли в шмоткой не можете вытащить без уничтожения его до без без уничтожения того что вставили камни вставляется мгновенно вытаскивается и наставляются другие то есть никаких проблем с этим нету поэтому собой ну есть смысл рассказать пару сетиков то вдруг паупи начнется ли еще чё-то ли вы делали что ты сокетами сможешь себе билд перестроить ты не то чтобы билд перестрояешь ты подстраиваешься под ситуацию если ты удира допустим набор камней увеличивающий урон в пуп набор камней которые увеличивают урон боссу либо помогаете убит драться с боссами набор камней который помогает формить элиток то это именно фишка не смены билда, а заточку под определенного врага. А билд ты себе меняешь путем, ну, специализируешь и меняешь по нанесению урона, либо там контролю, либо еще чему-то с помощью глифов. Это при системе прокачки, там, рядом с тренером в столице, есть парнишка, которая помогает качать глифы. Глифы – это такие очки, которые ты тратишь для улучшения какого-то определенного скилла. То есть, допустим, у тебя, ну, возвращаясь к лучнику, скилл бил на 10 метров, да, ты его улучшил, он стал бил на 13 метров. Эти 3 метра реально тебя спасает. Если ты, ну, чувствуешь дистанцию, там, всегда показывается дистанция, когда ты смотришь на врага через прицел, то это 3 метра тебя спасает. Двойной отпрыг, допустим, становится, либо отпрыгиваешь ты на 6 метров дальше, понял? То есть, вот такие вот нюансики, которые в итоге помогают тебе рулить в битве. Ну, главное, так, что ты направил. Отпрыг меня спасал, я в соло прошел всю началку, как мужик, и даже убил босса. Круто вообще. Исключительно отпрыгами затащил. Так, тут тоже что-то лошади нету. Кто-то тебе приказы уже отдает в чате, смотри. Быков, дуй в первую деревню, он поможет. Да ну, 15 минут осталось. А где тот пегас? Надо выходить из деревни. Блин, заболел так. Не вовремя. В процессе миграции. Ага. Та-ра-тан-тан, тан-тан-тан. Та-ра-тан-тан. Какие-то огромные, не огромные, но большие энты, что ли. Главное, не забудь сказать, что эти глифы ломаются при смерти. опять же, ты, видимо, про глифы, про эти, ты, видимо, про камушки. Или я что-то путаю название. Ты мне? Не-не-не, я вот From Hello. Там пегас, да? Где пегас? Веди меня к пегасу. Классно, что мы можем путешествовать на самом деле, и на тебя не агриться большие мобы. Ну, может, агриться, но просто не успевают. Ничего сделать с моим конем. Да полетаю просто. Люблю летать здесь, на пегасах. Ну, вот троллион. Золотон же вам сказал. Вы в троллионе, да? Да. Но уже далеко от него, на самом деле. А как на ту сторону прилететь? Через это, что ли? А, там не нужно на ту сторону лететь. Это северо-запад. Там он просто не подписан. Навести нужно, и увидишь. Не-не-не, на правый континент. А зачем тебе на правый континент? Ну, троллион налево. Да я пытаюсь вспомнить. Пытаюсь вспомнить, что? Толлион налево. Где гоняшку можно купить? А, что, чтобы не было. Ну, в полиции, наверное, в этой... А тут, тут, вендер. Да я пытаюсь вспомнить, вендера, который срекует, чем с... Говором, потому что мы нашли уже всех. И те, кто торгует, и... Короче, всем торгует. Даже вот эти вот камушки нашли, и все остальное. Лошадку нет. Так, вы в любом случае в троллионе. Троллион, троллион, троллион. Север-запад, он не подписан. Да. Здесь какие-то огромные... Опять, что мне тянет на слово огромные? Я люблю все огромные. Короче, большие. Ну, по сравнению со мной, это на самом деле... Огромные. На колесах и с выхлопными трубами монстры. Эээ, все. Я поражен красотой. Летаю тут по развалинам. Ну, хотя вот этот долгий старт, он все равно может иногда взбесить. Пока ты разгонишься, пока улетишь. Класс, мы пришли в красивый храм. Медовик отдал мне все деньги, мне нет денег на телепорт. Ну, верни ему, будь человеком. Да сейчас пошли повозить. Ого, здесь рыбища плавает, ничего себе. Естественно, они клюнут на мой хвост. Либо это... Да я тоже захотел барбе заглянуть. Что там, вопросы-то есть? Нет, все утихомирились. Бросил это дело. Нет, нет, я мониторю. Постоянно. Мы, походу, пришли в самое красивое последнее место. Что-то мне подсказывает. Сейчас я присяду. Вместе с Золтаном. Выключу... Ой. Выключу карту. Если ее можно выключить вообще. Спрячу ее куда-нибудь вбок. Вот так. Сяду. Эть. Ой, там разборки, короче, в чатике. Обновлю комментарии. У нас осталось 10 минут, ребят. Если у вас еще есть какой-нибудь животрепещущий вопрос. Самое время его задать. Тебе подсказывают, что в самом первой деревне, там стоит вендор. Да, там, ну, там я не буду, я не хочу там тратить деньги. Там я просто возьму и сделаю квест. Зачем тратить драгоценные денежки? Ну, слушай, тоже... Да нет, мы уже заканчиваем, я уже не полечу первый просто. Да, я думаю, коню в зубы не смотрю, так что давай, покупай. Блэйддэн Соул или Тера? Тера, Тера. Я за Тера. Блэйддэн Соул, она, во-первых, в Корее, а во-вторых... Ну, тут опять же, если вам не... Тут вопрос в том, насколько вам надоело Корея. Если вы от Кореи уже... Кореи сыты по горло, то вот Тера это то, что дает и что-то с Востока, и что-то вот европейское. То есть, он так качественно скрещивает. Знаешь, что нам напомнили? Да. То, что мы обещали в начале стрима. Что? Показать создание персонажей. Я думаю, самое время этим заняться. Мы сидим в очень красивом месте, пожалуй, в самом красивом месте во вселенной Тера. Класс, можно брать интерфейс. Здорово. Самое красивое место во вселенной Тера, по крайней мере, из тех, что сегодня мы видели. Большое спасибо человеку с ником Золтан из гильдии Iron Order 2 с титулом Solo Boss Conqueror. И, наверное, на этой ноте мы перейдем к созданию персонажей под вопрос, как вы относитесь к пиратским серверам. Плохо мы относимся к пиратским серверам, потому что там половина функционалов... Ну, там половина фич просто не работает попросту. Ну, да... Ну, пиратские серверки... Нет, ну это такое. Это же вопрос... Да, если ты в Мошку идешь, то это же игра надолго. Если на пиратский сервер заходишь, то на любой случай момент может все пропасть, все исчезнуть, все потеряться. И какой смысл тогда тратить вообще время на ММО? Так, нужно помахать золото, ну, можно помахать? Ой, я случайно нажал на геймпад, ссорился в воду. Сейчас еще раз помашу. Сэнд, сэнд. Все, делаю я лог-аут. Вот, ограничения. Смотри, стандартные аккаунты не могут отсылать по почте деньги. Медовик, братишка, прости, камрад. Не суждено ему, видимо, своих денежек обратно получить. Вини во всем, издатель Терра. Он сворвал твои деньги, а не Серега. Давайте посмотрим нового перса. Пацаны, что за игра? Терра онлайн, не поверишь. Доброго времени. А в... Серега куда-то отвалился, я надеюсь, что это не у меня проблемы. Алло. Да-да-да, это мой интернет. Я испугался, что у меня все легло. Ты меня так больше не пугай. Я ничего не могу обещать. Не планируем ли мы с тобой постримить Final Fantasy XIV? Не знаю, думаю, но там... Это же, опять же, point and... Ну, не совсем point and click, там... Ну, она совсем корейская. Она даже не корейская, она именно больше японская. Знаешь, что такое японская вот эти вот игры, где-то одного босса валишь в 40 минут? Не, я такой не очень. Вот, ребята, сейчас плавно... Она, ребят, для стрима, но она очень медленно, на мой взгляд. Плавно вам показываю все расы, представленные в игре. Можете посмотреть, выбрать, кто вам больше нравится. Вот Аман, по-моему, был Золтан, да? Золтан, да, именно Аман. Большая рогатая тварь. Причем там много фишек, настроек. Можно сделать Амана именно такого черта, прям вообще с красными кровавыми такими клыками и там водонными вещами. Мерзкую паскуду просто. Если вы любите быть эльфом и немножечко гейм, то там есть и такие... Немножечко и немножечко. Немножечко так на полушишечки. В общем, есть возможность сделать что-нибудь такое. Стандартно старознакомое из фэнтези. Мне нравится Барак. Такая музыка классная, чем играть. Вот немножечко гейм. Там их несколько, там несколько остальных гейм. Не пойму, а не только женщины, что ли, бывают? Эльфом. Нет. А почему... А, или твой мужик такой. Ну, возможно, ты смотри. Декольте. Декольте. Декольте есть, но там ничего внутри нет. Ну, иконка девушки. Точно совершенно. Хм. Блин, не помню про эльфов. По-моему, там мужики были. Ладно, самое классное. Давайте возьмем Пупори. Это моя раса. И я вам хочу что показать. Здесь не только котики есть. Здесь есть и собачки, и все на свете. Давай по классам. А, и опять же, один класс, который Андрюха сейчас не покажет, это единственный вот новый рипер. Почему не покажет? Потому что для того, чтобы им играть, надо иметь персы 40 уровня. А у меня он только на Корее. А это один из новоклассов. Не сказать, что он прям прекрасен на самом деле, но вроде бы его тоже там точит потихоньку. Что там, показываешь всего хомяка? Нет, я показываю других хомяков, которых можно создать. Вот они, пресеты. Все животные, которые только можно придумать. Панда. Какой-то суслик. Котик. Добрый кролик. Злой кролик. Куча-куча животинок здесь. И рандомно. Вот, можно генерить. Мы покошлялись, я что-то выбил, вкусно еще. Можно и поподробнее этим заниматься делом. Там много, вплоть до того, что вы выбираете там толщину зрачков, наклон ушей и тому подобную вещь. Вариантов, в общем, хватает. А, и да, единственное, по-моему, что нельзя сделать, это, по-моему, там опять же... Или размер груди можно указывать. Размер гардерию, я считаю, что сентября проверить. У кого лучше проверить в эльфа? Режу, что человека. Человек. Но вот у Берсеркова неплохой текущий. Возьмем его. Эмм... Файн детейлс, мне кажется, это там. Нет. Черт возьми, это не то, это все отношение лица. При этом кисти можно увеличивать, удлинять там бедра и подобные вещи, а вот с груди... С грудью я не помню. Так, глаза. Это просто многим важно. На самом деле, очень большое количество людей любят играть именно женские персонажи. Вот я сейчас сделаю красавицу. Фичерс. Нет, это прически. Слушай, по-моему... По-моему, нельзя. Вот, вот. Срочно надо исправить, пожаловаться. Петиции! Да, подписываем. Так это в Европе, когда выпустили Теру, вот там действительно собирали подписи, все дела, чтобы вернуть кровь, кишки, все дела. Стринги, это было очень важно. Потому что там все были в шортиках. Потому что это, видите ли, травмирует какую-то там детскую психику. При этом, что игра далеко не для детей. То есть там, ну, ограничение было от 18. Ну, в Европе. Хотя там, наверное, тоже всем плевать. Я вот сейчас в последний разок обновлю комментарии. И мы с тобой будем подводить итог. Я, собственно, вот побежал по столице. По поводу крафта просто вспомни на всякий случай. Да, собственно, крафт, опять же, вот то, что мы и говорили. Алхимия, ковка, шитье. А про еду вот только не помню. По-моему, и еда есть. Кулинарии. Да, да, да. ПВП друг с другом был уже Dark Knight 13. Посмотри, я держал там просто бироломную победу. Стыкал палкой. Вопрос от Динжавора. Можно ли играть спокойно одному, или в нее хорошо играется только с компанией? Тут, опять же, возвращаясь к фишкам игры. Кач идет за счет того, сколько дамага вы унесли, допустим, персонажа. То есть, если вы играете вдвоем, качаетесь на одном персонаже, то, ну, на одном каком-то мобе, да, то вы получаете чуть меньше XP. Ну, не меньше, ну, чуть-чуть, ну, меньше, в общем, XP. Значительно, незначительно точно не скажу. Поэтому в соло качаться лучше. С другой стороны, в соло на элитниках качаться трудно. Поэтому есть смысл объединяться в патьку в 2-3 человека. Так что для прокачки и взятия капа, и для БГ большой компании не надо. Хватит вполне там 6-7-5 человек, такой консты небольшой, да, чтобы спокойно, хорошо себя чувствовать, качаться, не мешать друг другу. При этом в соло качаться можно без проблем. Но с учетом того, что игра дальше уходит в ПВП, и сейчас она развивается именно в эту сторону, то все-таки, начиная играть, следует прицеливаться на то, что вам нужен будет хороший большой клан. Сейчас у нее такой игры переходный период. Такие дела. Ребята, еще раз напомним, что Тера скоро появится в России, именно поэтому мы сегодня ее стримим для вас. Вспоминаем, так сказать. Да, вспоминаем. Сегодня мы просто бегали вот так по территории, поглазеть, попариться. Ну, с Андреем мы скачались там до 10 уровня, но такое. А там уже дальше покажем, я думаю, и репершу новый класс, и там вообще все фишки, которые новые будут появляться. Я надеюсь выключить все-таки что-нибудь повыше на русском сервере. Знаешь, какие персонажи хотя бы, ну, чтобы на БГшечку хотят. Ну, хотя бы 60 уровня такого. Так, не навязчиво, чтобы не наглить сильно. Просто вот топ-обвес, чтобы обязательно все фиолетовое такое. Да, мы надеемся, что вам было интересно, и вы не скучали в течение этих двух часов. Это был stopgame.ru, Тера Онлайн. Работали для вас мы, Андрей Артамохин. И Сергей Быков. Всем большое спасибо за внимание, и до скорых встреч. Пока. А этот кот на ковре, он телепортер, оказывается.